Ролик, который мы сейчас увидим, не в моих правилах вообще выставлять, но от собеседницы и главной героиней этого ролика, которая настойчиво меня просила не выставлять. Была публичная клевета, что я не выставляю ролик, потому что мне не выгодно. И я выхожу с Сережей парализованным на связь и начинаю ему рассказывать, что вот у меня такая-такая-то ситуация, он не выставил в эфир моё видео, потому что ему это было не выгодно. Я это поняла. Потом. Я даже как-то не могу связать, в чём выгода моя может быть от этого ролика. Поэтому и моих дорогих подписчиков, которые ждут нового ролика, я с удовольствием вставлю этот фильм. Вчера вышел ролик с главной героиней Татьяны на канале Александра Дмухи, где Татьяна клевещет на меня. Канал Дмухи я рекламировать не буду, но все, кому нужно знать его, те знают. И вы уже посмотрели ролик. Так, некоторые из тех, кто посмотрел ролик, увидев слезы Татьяны, это, конечно же, солидарные женщины, попросили помочь ей. Отвечая моим сердобольным подписчицам, по сильную поддержку страждущей Татьяне я оказал ещё на прошлой неделе. Все беседы у меня автоматически сохраняются, поэтому всё сошлось на том, что наш разговор я влекую и по просьбам подписчиков и самой Татьяны показываю. Господь постоянно предупреждает меня о людях, которые выходят на связь. Он говорит, с кем полезно, а с кем не полезно будет говорить. Так и в этом случае вышло так, что он сказал с этим человеком, беседы тебе не полезны. За небольшую историю существования канала мне Господь предупреждал много раз об этом, и дважды я уже нарушал его предупреждение, переступал через его предупреждение. И в третий раз я отвергнул его заботу. И, конечно же, Господь отошёл, придав мой дух вознемождение сатане. Вероиня этого ролика Татьяна Ефремова из Греции начала писать мне и звонить в скайп с самого утра. Я слушал предупреждение Господа и не отвечал. И под вечер Татьяна стала давить на жалость, то, что это встреча жизни необходимы. Ой, доброго здоровечка. Я не знаю, как начинать беседу. Я, в принципе, звоню к вам за, наверное, советом. Вот. Здесь произошла такая ситуация. Я постараюсь, короче, всё это вкратце рассказать, для того, чтобы потом у вас было время мне ответить. Я, мы, в общем, с моим мужем женаты 6 лет, вместе мы 8 лет. Вот. Я переживаю очень. Вот. И так случилось, что год назад с ним что-то произошло. И всё началось с того, что вдруг за ним стали бегать какие-то бесы. Ему постоянно мерещились какие-то бесы. Он их там видел во сне. Эти бесы его от меня отгоняли. И вот он начал в каком-то смятении находиться, что ему нужно от меня уйти, что во мне живут бесы. Вот. Что они вечно ему говорят, надо уйти. Он говорит, ну, я буду с ними бороться. В общем, вот так начиналось, начиналось, начиналось всё. Потом вроде бы как-то это всё началось в перемешку с Богом. Потом он съездил на Афон в конце декабря. У нас уже начались конфликты. Он уже от меня отвернулся. Но мы не венчаны. Ну, соответственно, мы как бы когда с ним познакомились, мы были с ним одинаково верующие. То есть, ну, как, наверное, все люди. Да, вот как мы все мирские живём. Вот. Одинаково верующие. То есть, я бы даже сказала, что я была немножко побольше. Вот. То есть, он как бы, в принципе, это вообще не признавал. Вот. И потом, значит, получилось так, что он начал смотреть всякие проповеди, там, Ткачёва, Смирнова. И вот подсел на эти проповеди. Я, в общем-то, их не отвергала. И так получилось, что он стал отрицать, как бы, ну, супружеские обязанности. И сказал, что это всё грех, что вот пост и вот так. Я говорю, как так, мы с тобой муж и жена. Он наслушался этих проповедей и стал говорить, что, значит, это всё грех, в общем, это будет наказуемо, ну, и так далее. Вот. И потом я уже тоже стала, как бы, отдельно от него выходить на эти все проповеди. Думаю, где он всего этого понабрался. Ну, как бы, конечно, я не настолько, как бы, была вот, ну, в Боге, да, чтобы вот это всё понимать до конца. Вот. И я стала тоже смотреть и слушать все эти проповеди. И попала на одну проповедь, которая Смирнова, батюшку, когда звонит ей в студию одна женщина и спрашивает, Батюшка, как бы, я вот сейчас, я вот христианка, я нахожусь на посту, и вот мой муж, значит, сейчас, как бы, требует отношений супружеских, но я вот не хочу, как вот мне быть. И получается так, что батюшка ей там в студии отвечает. А, и муж сказал, что, значит, если ты не будешь выполнять свои супружеские обязанности, то я, как бы, типа, ну, пойду налево. И батюшка отвечает, Смирнов говорит, и правильно, типа, ну, как бы, сделает, потому что, да, потому что вы, как бы, ну, вы муж и жена, и вы должны это всё делать по обоюдному согласию. Ну, в общем-то, как написано, да, наверное, как он сказал там, Евангелие. Вот. Ну, на тот момент, я говорю, я была совершенно неграмотная. За этот год у меня какие-то появились знания. То есть, ну, учитывая, что, вот, мой муж, он пришёл, я сейчас пока не могу понять, кому он всё-таки пришёл, к Богу или к бесам в итоге. Вот. И я-то, как бы, не знающий человек, да, и я просто решила ему это, ну, вот эту беседу с батюшкой в студии показать. Я просто, я говорю, ты понимаешь, говорю, ну, это же не я говорю. Я только произнесла слово, что, ты понимаешь, что муж и жена, что вот должно всё это быть, причём это у Головина тоже самое говорится. Это говорится у всех проповедников, в общем-то, что, как бы, даже во время поста, как бы, ну, не отдаляться друг от друга, а решать этот вопрос, как бы, обоюдное согласие должно быть. Я только просто об этом слово сказала. Он меня схватил, он начал меня так избивать. Ты, да ты блудная, ты такая, у тебя одно на уме и так далее, и так далее. То есть, ты вот вообще просто не в себе. С такой яростью он меня начал избивать. Я падаю, я уже чувствую, что я упала, я теряю сознание, у меня в обрачном состоянии. И я вот в этом состоянии чувствую, что он продолжает меня тянуть по полу, бить по лицу потом. Когда я пришла в себя, я сказала, что, говорю, оставь меня в покое, то есть, естественно, мне надо было ехать к врачу. Вот. Он понимал, что я поеду к врачу, я могу, скажем так, ну, заявить. И он этого боялся, я это всё прекрасно понимаю. Вот. И я всё-таки потом, спустя время, я пошла к врачу, когда он ушёл, просил прощения, конечно. Он, всё, ты меня прости, просто ты такие глупости сказала. Я говорю, это не я сказала. Я просто тебе хотела донести. И ты, если ты православный человек, если ты считаешь, что ты пришёл к Богу, ты должен был мне это объяснить. Как ты это чувствуешь, как ты это понимаешь. Но он не хотел ничего объяснять. Вот. И он ушёл. Я всё равно поехала к врачу, я сняла эти побои. Но я не стала заявлять в полицию. Вот. Пришла в себя немножко, это было где-то 26 января вот этого года, 18-го. И 7-го февраля я улетела в Россию, потому что, ну, были у меня как бы проблемы по здоровью. Я не хотела здесь обращаться. В общем, я улетела в Россию. А вы где сейчас есть, где находитесь? Да, я сейчас нахожусь в Греции. Да. Вот. То есть, ну, как бы мы женаты здесь. То есть, я русская, я из Москвы, а он как бы здесь в Греции. Вот. И я улетела. Потом начинает он мне славить опять какие-то проповеди, какие-то бесконечные картинки. Вот от этих вот, от православных отцов, вот эти все... Нет, простите, не православных, я сейчас уже просто переживаю. Ну, как, когда старцы, как они называются еще? Ну, вот Амвросий там, Оптинский. Это православные святые. Да, православные святые, да. Вот. Он мне стал вот слать всякие такие картинки с их рекомендациями. И причем я начинаю ему писать, я говорю, я говорю, смотри, ты мне шлешь все эти картинки, но ни одного того, что ты мне шлешь, ты сам не выполняешь. То есть, там призыв идет к любви, как бы, да, вот. Вот, ну, там нету плохого ничего. И я потом, начиная понимать, он мне присылает одно видео, потом, где, знаете, увидит видео, где написано, где, вот видите, там бабушка какая-нибудь в платочке, там еще что-то. И вдруг он мне присылает это видео, и там женщина рассказывает, как она какую-то свою подругу привела там вот к Богу. Вот. И в конце видео она мне говорит, потому что мы Еговы. Я ему тут же отправляю и говорю, послушай, ты, по-моему, сошел с ума, ты смотришь все подряд, у тебя просто в голове винегрет. И когда я ему говорю, что я, будучи в России, мы просто вот с ним через WhatsApp мы с ним общались. И он мне говорит, ты ненормальная, опять, ты сумасшедшая. Я говорю, так это ты ненормальная, ты присылаешь мне видео Еговы, ты даже не разбираешься, ты, видимо, смотришь все видео подряд, кто как преподносит это видео, то есть его это не волнует. Вот он услышит Христос, увидит бабушку там, дедушку с бородой, бабушку в платочке, и все. И все слушает это все подряд. Все, вот этот пошел у него винегрет, все, все, мы перестали общаться. Это был апрель месяц. И я должна, естественно, была возвращаться сюда, в Грецию, я возвращаюсь, в общем, в Грецию в конце апреля. И думаю, ну все, как-то буду свои дела делать, буду работать, как-то надо отходить от всего этого, мне больно, мне тяжело, конечно. Ну и все. И потом вдруг приходит, значит, конец июня, я была на одном пляже. И вдруг он на этом пляже заявляется, заявляется на этом пляже, я говорю, ты откуда? Ты как? Он мне, ты вот так вот каешься. Причем уже все, у него минус 20 килограмм. Он просто, у него остались одни глаза, у него нет ни тела, у него кости обтянутые кожей, потому что был же пост как раз это время. Вот. И он мне говорит, мне типа Святой Дух сказал, что ты здесь, что там кто-то ему там приснился, в общем, там он меня нашел. Я, конечно, была в шоке, когда увидела его внешний вид, вот, вообще все в шоке, все пугаются и шарахаются вообще от его вида. Отрастил бороду там у себя, не знаю, волосы, то есть превратился вообще неизвестно во что, то есть, ну реально в монаха. Даже монахи более аккуратный вид имеют, нежели он. Вот. Ну и все. И после этого он нашел, значит, где вот я тут переехала, живу, стал ко мне приходить все лето, все. И потом опять начались конфликты, 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 он начинает мне навязывать свою веру. Причем я не пойму, какая это вера, она вся агрессивная. Он каждый день мне говорит о том, что ты не забывай о смерти, мы завтра умнем, мы завтра... То есть не то, что Христос воскрес, и мы живем и радоваться должны этой жизни, любить друг друга, там еще что-то. Вот. У него постоянно на негативе. Ты умрешь, ты помнишь, что ты завтра умрешь, значит, шорты носить нельзя, брюки носить нельзя, а я работаю горничной. Какие мне, простите меня, юбки могут быть? Я в воде здесь по колено работаю. Ну все так здесь. Это невозможно на этой работе работать. Ты развратница, ты блудница, ты такая. В общем, он меня бесконечно оскорбляет. Я ему бесконечно говорю, скажи, пожалуйста, какой же в тебе тогда Бог живет, какой же в тебе любовь и добро. Он отказался от телефона, он разбил все, он все, от паспорта, там не знаю от чего, отказался от всего. Вот. Нет у него, ничего у него нету. То есть он пошел обманным путем, хотел развестись. Обманным путем. Я не знаю, что он сказал адвокату. Это все тяжело, конечно, все слушать. От меня чего требуется? Да, я это к чему сейчас все рассказываю. К тому, что в итоге он пришел сейчас. Пришел к тому, что нам надо все-таки повенчаться. Долго у нас была вся вот эта эпопея, что раз так не получилось его с разводом, да, нам надо повенчаться. Мы начинаем ездить в храмы, я думаю, хорошо, я буду к нему там, ну, как-то приближаться, буду ее стараться понимать и так далее. Вот. Он вызывает батюшку, мы говорим о венчании. То есть смысл в чем? Смысл в том, что он постоянно твердит о том, что я должна отказаться от афемии, от паспорта, от всех вот этих. Как? Как? Так, ну, самоубийство это грех. А как я могу от всего отказаться, если я сейчас от всего этого откажу здесь? То есть он живет при маме, у него все есть, афемии есть, у него все есть, он платит за машину. То есть он сам пользуется благами. Он грек, он грек или русский? Он грек или русский? Он русский грек. Вот. И я просто к чему хочу это веду, Сережа, вы сейчас все поймете. Дело в том, что вы с ним общались. И так получилось, что он меня даже в этом обманул. Мы хотели с вами пообщаться вместе. И он понимает, что он не прав во всем своем поведении. Он обманывает, вводит в заблуждение всех. И батюшек, и всех. Он ходит, он причащается, он предложил мне повенчаться. Когда я сказала, я не отказываю ему в венчании, он вдруг через неделю говорит, ты знаешь, я подумал, что мы не будем с тобой венчаться, потому что ты непокорная. Мы не ссорились, мы не ругались, ничего не произошло. Я говорю, в чем моя непокорность, я никак не могу понять. То есть я уже смирилась со всем, что можно и нельзя. Уже и физическая расправа, и оскорбление, и все. То есть я это воспринимаю, как реально, вот это мой крест, который я должна нести. У него полное толкование Евангелия вообще просто. Даже батюшки уже говорят, что толкование у него просто. Откуда он все это берет, никому не понятно. Да? И сейчас он мне говорит, то есть, как он говорит, в Евангелии сказано, что женщина должна вообще молчать. Я говорю, в смысле как молчать? Ты не хочешь молчать, ты слишком болтливая. Я говорю, подожди, я не поняла. Ты не хочешь смириться с чем? Ты должна вот так, он показывает, закрыть рот и молчать. А я говорю, как, вообще не говорит? Когда я спрошу, когда муж спросит, я говорю, подожди, я не говорю, как это так? Что это за семья такая? И я начинаю приводить ему тоже что-то, ну, как-то своими словами, то, что я знаю из Евангелия. В общем, я что хочу сказать. У нас происходит с ним эта беседа после того, как он пообщался с вами. И тоже называется, наверное, это Божье провидение, где вы, я прихожу потом уже полвторого ночи домой, включаю ваш канал и вижу у вас беседы с девушкой, с одной, которая тоже развелась со своим мужем. И практически это был ответ на все мои вопросы, которые я хотела, в общем-то, задать вам. Я уже, то есть, как сказать, вот вы если помните, последняя девушка была, которая с ребенком там была в экране, вы с ней разговаривали, она развелась со своим мужем. Вот, в принципе, вот мой муж сейчас на ее месте. То есть, он меня бросил вообще ни за что. Потому что я, он просто хочет, чтобы я подчинилась ему на все 100%. Ну, ревность. И, опять же, так тяжело говорить, конечно, когда один человек, да, всегда нужно мнение другого слышать. Вообще, если по-простому так взглянуть на ситуацию, то в нем просто ревность такая по вере сейчас играет, и все. Но, опять же, нужно ко всему с разумением подходить. Он ревнует по евангельским истинам, по слову Божию ревнует всего-навсего. Ну, в слове, опять же, сказано, что муж должен обращаться с женой, как с немощным сосудом. Ну, очень повредить, конечно, бояться психику ее. Тем более то, что мы, опять же, без разумения, вот женимся, замуж выходим, да, то есть неверующими людьми. Вот, кто-то приходит в отдельность к вере, кто-то вообще не приходит. Поэтому и происходит. Если бы вы были бы, конечно, оба браки во Христе, да, конечно, вам было проще приходить к истине. А так, сегодня вот он, конечно, он увидел истину, раз и все, и он радикалом таким стал и погнал рубить с плеча. Потому что он говорит, конечно, в чем-то и в этом есть доля правды, но это, опять же, нужно видеть и знать, кому и как преподносить это. Конечно, нельзя рубить с плеча. Просто знаете, что я хочу сказать? Когда я пришла в тот момент... Вы за Александра говорите, да? Да, да. И я что хочу сказать? Когда он разговаривал с вами, кстати, почему-то его не вышло в эфир еще видео, я вам все смотрю. Завтра может не вышло. Да, просто дело все в том, что, понимаете, когда он разговаривал с вами, так же, когда он разговаривал с батюшками, но батюшки его уже все поняли, он говорит-то все правильно. И я сидела, слушала, мне так хотелось сказать, но я думаю, пока я буду молчать. Понимаете, он эту Евангелию просто говорит, как стишок заучил. Я ему это даже говорила, как сказать, ты не понимаешь ее. Вот для него нести свой крест... Кстати, вот вы, Сережа, вот этой вот девушке объясняли, что такое нести свой крест. Для него... Вот вы как это объясните? Несите, возьмите крест и идите за мной. Что это обозначает? Каждый знает свой крест, и он к совести у нас, этот крест. Вот, а для него, у него вообще взять, вот даже батюшки говорят, что откуда он вообще все это берет? Там батюшка один говорит, я ему это не говорил, но он откуда-то все свое берет, у него все вот это свое. А для него крест, это вот крест. Вот, вот возьми вот крест, я не знаю, деревянный какой, вот возьми и вот дальше. Для него нету добрых дел. Он считает, что дела, вот даже, например, батюшка в конце литургии, да, читает проповедь и говорит, там, вот тебе позвонили там в 2 часа ночи, ты должен все бросить и прийти на помощь своему ближнему. То есть для него ближних не существует вообще. Для него не существует помощи. Для него прийти к Господу это только... Он вот к себе там, в своей келье, из которой вот он звонил, там, увешался иконами по кругу, вот, он только сидит там, какие-то коленоприкладывания, посты, непонятно что. Опять же, даже батюшка говорит, то, что он ведет вот этот пост, который, это даже грех, он это принуждает всех к этому. Ладно, ты. Ему сказали, ты, пожалуйста, но не принуждай никого. Он всех износил даже вплоть до глотка воды. Он не дает никому не есть нормально тот, когда кто-то что-то захочет, немощный, ненемощный, ему абсолютно все равно, все должны, как он. И вот батюшка сказал, он, конечно, делает огромный грех, и ему это сказал, причем даже в лицо, мы втроем сидели, разговаривали. Вот. И он говорит, ты не имеешь права никого принуждать. То есть, как даже говорят, если даже неверующая жена, да, освещается мужем верующим, и наоборот. Правильно? У тебя, знаешь, как взгляд просто на него тоже такой суровый, как и у него на тебя. Ну, уже по-детски все-таки. Он, понимаешь, он как ребенок в своей ревности сейчас. Он полюбил Господа. Понимаешь, и в этом проявляется. А, конечно, его ревность, она и выливается вот на все вот это. Конечно, в постах в этих он не прав, потому что тоже в Евангелии написано, что, как это, жена не властен над своим телом, но муж. Так же и муж не властен над своим телом, но жена. Понимаешь, это так и называется супружеские обязанности. Вот, и пост, опять же, по договоренности должен быть у обоих. Конечно, во всем разуме не нужен. Нет, вот в этом-то все и дело, что я же не отрицаю, смотри, я согласна венчаться, я согласна придерживаться по максимуму, я не отрицаю его веры, я не отвергаю его. То есть я, наоборот, я уже столько терпела и столько пыталась и понять. А сколько во времени давно с ним это происходит? Ну, вот как я говорю, то есть где-то с 17-го года, с конца сначала какие-то... Еще, потерпи, еще год, потерпи, у него пройдет это. Он придет вот в русло спокойно и войдет. Это со многими верующими происходит такое. Так он-то сейчас говорит, что я непокорный, не хочу поститься, не хочу одевать там, не знаю, одеться в юбку, в паранжу. Дальше. Другая у нас проблема. Он заставляет отказаться от афемии, от паспорта, от всего. Как? А как я должна жить? Я вот это не могу понять. Что делать? Он говорит, я буду с тобой разводиться. Вы говорите, подождать. Подождать как? То есть он говорит, что я буду разводиться. Как? Так. Он практически делает предложение повенчаться. Приходит батюшка с нами три часа нам уделяет, разговаривает о вещах. А почему ты не можешь полюбить платок ради мужа? Что? Плохо это? Что? Что еще разводиться? Ну, платок ради мужа одеть. Плохо это. Ну, паспорт, конечно, это уже перебор. Паспорт не надо уничтожить. Я все прекрасно понимаю. Ну, я одену платок. Это Европа. Меня никто здесь не поймет. Меня не возьмут на работу. Скажут, что я такая же сумасшедшая, как и он. От меня и так все уже здесь отказались. Так же, как и от него. От него же отвернулись все. И так же, а как я буду работать? Мало того, что я иностранка, я в чужой стране, я не смогу устроиться на работе. Меня не возьмут. Сережа, здесь мы живем, это Греция. И я понимаю, у них же тут по-старому, по-новому. И так уже все смеются. Меня уже называют все монашкой. Я совсем смирилась. Я отказалась от всех, кто смеется надо мной. Ради него как бы на все пошла. Уже на много. Но я не могу сделать большего. Я не могу уже сделать. Иначе я просто здесь все. От меня откажутся все. И так уже все говорят, что я такая же сумасшедшая, как и он. Ты же хорошо. От христиан и отказываются, конечно. Мы не от мира всего. Но видишь, просто вопрос в том, христианка ли ты. Конечно, если ты хочешь быть с миром, то это другой вопрос. А как, вот Сережа, а как мне жить с миром? Как? Как? Вот объясни, как? Как в магазин не ходить? Он запретил не ходить в магазин. Как? Я тебе еще раз говорю. Куда жить? Здесь, конечно, его перебор. Не ходить тем, кто веру сильно имеет. А у кого вера слабая, зачем их заставлять делать? Это, конечно, не надо заставлять. Нет, тут вопрос в другом еще. Сереж, вот он пришел и говорит, да, там, почему-то у тебя там откажись от этого, откажись от того. Но смотри, он сам-то не отказывается. А почему? Ну, хорошо, это вот, как ты считаешь, это нормально, что он живет, мама готовит, у него телевизор большой, он пользуется всеми благами, спит на теплой чистой постели, ему мама стирает, он же сейчас, ну, как бы с мамой там живет, да, понятно. Мама за ним ухаживает, он не работает, подожди, ведь сказано везде, в Евангелии, он сказал, что я не буду работать, он только молится, 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 колено прикладывание и молится, все, у него обязанностей нет, добрых дел нет, поступков нет, ничего нет, он сидит только в своей келии и только молится. Так более того, он считает, что... Таня, ну я понимаю, что ты все расскажешь, но я-то на него повлиять не могу, увы, взрослые люди, единственное... Нет, я не надо влиять на него, на него влиять не надо, я хочу... Ну а ты хочешь, как мне быть, я, моя роль какая, сказать, кто прав, кто виноват, что ли? Я как должен выступать здесь? Нет, не кто прав, как виноват, я просто говорю, это правильно, вот так и дело, доброе дело, разве... Я сюда не могу выносить никакого... Как я буду судить? Я сейчас, допустим, его осужу, тебя поправдаю. Подожди, подожди, а вот в этой беседе с девушкой, это, кстати, вот он, копия вот этой девушки, у нас одинаковая ситуация, только там девушка. Ну ты ее призывал, я даже могу, я даже все записала, я прослушала все абсолютно вашу беседу, и я сделала фотографии, то, что ты там ей приводил в пример. Почему тогда получается, у нас абсолютно одинаковая ситуация, только в той ситуации была эта девушка, то, что вот она развелась с мужем, он от нее ушел, и она даже вот, разве не знаете, что вы храм Божий, а Дух Божий живет в вас, то есть он не говорит на все эти вещи, что я дура. То есть, получается, что он вообще ничего ко всем же сказал? Это храм, это не ко всем, это только к христианам сказано. Это говорится о христианах, о верующих, о ревностных. Дух Божий живет только в христианах. А христианинам очень тяжело стать, и сегодня немного христиан. Я с ними, вот я разговаривал, и с ней, и с ее мужем говорил, как о мирских людях, понимаете. Как о мирских людях. Как она же верующая. Какая она. Она же верующая. Ну, верующая, вера у всех разная. Она верующая, но она еще не христианка. Как и ты тоже, ты еще не христианка. А я и... Поэтому на тебя не распространяется. То, что он хочет на тебя повесить, на тебя это еще не распространяется все. И поэтому он должен со мной разойти. Нет, поэтому он должен влюбить тебя, как немощный сосуд нести, и к вере приводить постепенно и с разумением. Да, но он-то меня гнобит. Он же меня гнобит, он меня бесконечно оскорбляет. Конечно, в этом он не прав. Он в этом не прав, да. Вот смотри, то, что ему не по его, он это все отрицает. Вот он выискивает только там, где смерть. Вот это я про что говорю. Он выискивает только там, где смерть. Вот это для него. Он каждый раз говорит о смерти. Помню, ты завтра умрешь. Я, например, говорю, Саш, ну вот хорошо, если ты не хочешь, вот я тот, а тот. Он говорит, как? Ты мечтаешь о том, что будет там через месяц? А ты не знаешь, что ты завтра умрешь? Ну, что это за разговор? Сережа, ну мы живем здесь и сейчас. Ну как? Он не прав. Я просто, я почему знаю, то, что я сам такой был первые два-три года, когда обратился, я точно такой же был. Я вот точно так же со своими родителями поступал, понимаешь, вот так радикально. А потом я стал понимать, что они-то, у нас чувствования совершенно разные, понимаешь. Они не чувствуют того, что я чувствую. Я не должен к ним так относиться. Вот, потом я изменил свое отношение к близким, ко всем. Конечно, здесь, но это его ревность такая. И хорошо, и что делать с этой ревностью теперь? Как ждать, если он отказался? Он от меня отказался? Он не хочет? То есть он, получается, когда хочет, приходит. Когда хочет, уходит. То есть я согласилась. То есть все, вот он приходит, там, может, мы ходили на поезд Богородицы, все так было хорошо, здесь у нас в Салониках привезли. Все, 20... А, он не моется. Он сказал, тебя не устраивает, я это делаю подвиг ради Христа. Вот и все. Он живет со мной, он 8 лет со мной, 6 лет мы в браке. Пришло время повенчаться, я не отказалась. Он уже должен быть, ну, как бы, да, что я пошла. Ну, я и сама, как бы, я не могу сказать, что, как ты сказал когда-то, что я не люблю вот это слово воцерковленное, я слушала там твой разговор, кстати, с одним человеком, да, но я не знаю, как правильно выразиться, то есть я не настолько, да, вот, скажем так, но знаю какие-то главные молитвы, у меня всегда как-то разговариваю с Богом, я, ну, как-то вот было. А сейчас вот эта его вера с давлением, меня самое сейчас, что страшит, меня отводит, меня это, его давление отводит от веры в Бога вообще. И я боюсь, я уже батюшке даже исповедовалась, я сказала, что батюшка, у меня даже уходит та вера, которая была с ним, я не могу верить, я такого Бога, как у него не хочу принимать, у него нету добрых дел, у него ничего нет, у него ничего, только молитва и колено прикладывание, все, все, больше ничего, он даже тебе чая не принесет, если ты попросишь, если он не хочет. Я с ним поговорю обязательно по этому поводу, он не прав, конечно, ну, надо, опять же, радикальных мер нельзя принимать, давай прямо разводиться сразу, для этого нет никаких разумительных, ну, ладно бы он там алкоголик был или наркоман какой-то, или бил каждый день тебя, понимаешь? Бьет, Сережа, он ко мне прикладывал три раза уже руку и сильно, я один раз была в больнице, и я тебе говорю, я простила ему столько всего, я говорю, я столько от тебя потерпела, я столько простила, потому что это истинная любовь, он тоже говорит, что любовь, я говорю, так вот, ты понимаешь, я смирилась с такими вещами, это уже и есть как бы, наверное, вот какой-то, я не знаю, может быть, я неправильно выражаюсь, там, покаяние или еще что-то, я говорю, понимаешь, ну, так угодно, я вот уже реально как покорная овечка, уже дальше некуда, все, я ему уже простила даже избиение. А детей, детей нет у вас, да? Нет, у нас есть просто разница в возрасте, произошло так, он сходил с ума, и самое интересное, и там длинная у нас история, просто правильно, ты меня как бы вначале, ну, как бы вначале ты меня остановила, ты говоришь, что я могу до бесконечности слушать эту историю, я бы, конечно, остановилась, но у нас очень длинная история для того, чтобы понять истину, да, надо долго слушать, вот, но он меня душил своей любовью, у нас есть разница в возрасте, но он сказал, что мне не нужен никто, то есть он перевернул всю мою жизнь, он, я уехала из России, я бросила все, я разрушила всю свою жизнь там ради него, и сейчас он меня просто бросил, как батюшка даже ему сказал, у вас нет повода для развода, нету, у тебя очень хорошая жена, у вас нет повода для развода, батюшка со мной общался три часа, сначала со мной с одной, потом встретился с нами, он говорит, какая причина? Сережа, а я тебе скажу, какая причина? Причина одна, он не хочет работать, потому что, когда батюшка ушел, он сказал, Анюха, сначала, ну что, вот правда, ты вот, типа, вот мы так любим друг друга, все, и вот ты, как, вот, мы правда будем венчаться, я говорю, Саш, ну, наверное, так Богу угодно, понимаешь, ну вот, понимаешь, ты пойми, говорю, что нас ведь, Сережа, ты понимаешь, дело все в том, что я, у меня что-то держит, вот знаешь, вот здесь внутри, вот здесь, вот здесь в груди, что-то не отпускает, понимаешь, это что-то сильное, это не, это не плотские какие-то, это не материальное, даже нету здесь ничего материального, ничего, здесь такая боль в душе, он мою, он мою душу сполосовал уже вот так ножом за это время, и он ее все время убивает, 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 но больше не могу, каждый день, и он всем все говорит правильно, с тобой разговаривает правильно, батюшке говорит правильно, батюшка за порог, и он этого батюшку клянет, он говорит, а, пошел этот батюшка нового мирового порядка, а я сегодня бабы, батюшке это сказала, батюшка был в шоке, я говорю, батюшка, я вам серьезно говорю, ну, отец Лазар, я говорю, вы же знаете, что я невролога, да я, говорит, уже вижу, что, говорит, он одержимый, там нету Бога в нем, уже это видят все, уже я к другому батюшке ходила, он в салонике ходит, в другой храм, уже видят все в нем одержимость, Бога нету, нету Бога, нету любви, нету поступков, есть только то, что он не хочет работать, надо работать, брать ответственность за меня, вот у него причина, потому что он сейчас живет в шоколаде, мама готовит, я ему говорю, послушай, милый мой, ты мне предлагаешь отказаться от мира всего, ты сидишь, у меня даже нету этого, то, что есть у тебя, большой экран, мягкое кресло, мама каждый день готовит разносолы, даже постные, но разносолы, я говорю, я этого не имею, я больше сижу на посте, чем ты, потому что я нахожусь в стрессе. То, что ты вот сказала по поводу работы, тут видишь, это, можно сказать, корень всего зла, вот, он не хочет, это только из-за этого все же, проще, как говорится, сейчас от всего отказаться и жить на помойке, это проще всего, можно сказать. Да, а он сказал, я иду к этому, но он прекрасно знает, мама кормит, мама вкалывает, папа инвалид в кресле, бабушка 90 лет, он здоровый лоб, отказывается работать, Сережа, о чем речь? Вот смотри теперь то, что он рассказывал, какой он такой весь себя и сидит там, молится с утра до ночи, а мама вкалывает, он не хочет работать, но при этом... Он вообще, вообще не трудится нигде никак? Да, да, он бросил в этом году работу, у него была работа, он просто бросил и сказал, что... И все даже, кстати, я уже обращала... Не, ну ладно, ладно, работу, можно землю завести, там работать трудиться можно. А я ему сказала, я говорю, хорошо, Сережа, в этом ты все делай, я готова на все. Я была готова ради него на все, потому что я не могу объяснить, знаешь, когда говорят, когда ты любишь человека, я ему даже сказала, когда ты любишь человека, ты не можешь объяснить, что это такое, за что ты его любишь. Это откуда-то изнутри, изнутри нету ничего, нету ни плацкого зависимости, никакой. Но я ему все сказала, я на все готова. И он меня, понимаешь, как тестирует. Он мне пришел, это вот рассказал как раз про землю, говорю, я готова. Он говорит, вот ты если как вот хочешь, он издевается прямо надо мной, он прямо измывается. Я ему говорю, ты посмотри, это бесы с тобой играют. Ты посмотри, что он мне какие-то сны рассказывает, что ему там снятся. В общем, с ним такое происходит, он в такой ереси, Сережа. Даже учитывая то, что я говорю, я послушала, почему меня сподвигло позвонить тебе? Потому что я когда послушала то, что он говорит с тобой, и закрывая скрыт, то же самое, что происходит с батюшками, батюшки за порог, и он другое, поговорив с тобой, и он другое. Я даже есть проповедь одна, и, как говорят, лентяй от бесов, что-то такое, труд от Бога, что-то такое. Есть даже проповедь по этому поводу. Это не для него. Пусть работает тот, а я не хочу. Я говорю, подожди, а как? То есть он кушает грецкие орешки, он хорошо кушает, у него все хорошо. Он сидит на посту, да, он худеет, но он кушает хорошую еду. Но самое интересное, сам-то все это живет, а работать-то не хочет. А грецкие орешки здесь, в Греции, очень дорого стоят. И все то, что он кушает, и как его мама кормит, очень дорого стоит. Но он не хочет зарабатывать. И поэтому вся причина в этом, он не хочет брать ответственность, он подумал, мне удобнее так жить. Зачем мне брать жену? Жена же будет работать, а мне же стыдно, все-таки где-то есть у него там стыд. И сидит вот он перед экраном, как заученную эту Библию, тебе там говорит, он такой умный, он ее выучил, он молитвы все знают. Ты никого не кормишь, ты никому ничего не приносишь, ты ничего. Ты только проповедуешь. Причем он всем проповедует, он сам это не делает. Вообще ничего. И сейчас он меня бросает из-за того, он находит причину. Он меня все время, как сказать, кусает. Он меня все время делает мне больно. И пытается меня поймать на какой-то крючок. И я уже совсем соглашаюсь. Я уже даже соглашаюсь совсем. Все у него есть. Интернет, есть теплая постель, есть мама гладит, мама стирает, мама готовит, мама одевают его, сестра, все. А всем он проповедует, только надо сказаться от мира всего. Ты понимаешь, Сережа, лицемерие какое. Единственное, что я могу делать, помочь, это поговорить с ним. А еще что я могу? Я не могу ничего. Единственное, предложить ему пойти работать. А то, что он, если он тебя оставит, на нем будет грех. Потому что и Господь так сказал, имей жену, не оставляй жену. Заповедь такая не оставляй жену. Без причин, без каких-то. Вообще нету причин. Поклонилась ему так, что дальше уже некуда. Просто некуда. Уже все, уже было три раза рукоприкладство. Я все ему простила. Я совсем смиряюсь. То есть, вот реально, он не смиренный вообще. Мы просто уже, ну, это, по нескольку раз на один и тот же круг возвращаемся. Я все понял. Я все понял прекрасно. Я не знаю просто, что мне делать в этой ситуации. Сереж, я говорю, я не грамма. Ну, все, пока только терпеть и все. Так терпеть что, если он меня завтра поведет на развод? Что он мне делать? Я не хочу. Как он тебя поведет на развод? Ему не благословит никто тебя на развод вести. Он против Бога не пойдет. Он сказал, что он пойдет, потому что мы не венчанные, он сказал. Слава Богу, что мы не повенчались, потому что мы будем с тобой ругать. Я же уже опять повторяюсь, да. Мы же не венчанные. Он хочет сделать развод вот этот, который, ну, государственный. Ну, подожди, перед Богом, понимаешь, это уже является браком перед Богом. Я знаю. Потому что вы оба были неверующими, когда соединялись. Вот. И жили в этом 8 лет. В этом ты все делал. И батюшка ему также объяснил. Но он идет против, потому что он не хочет работать. Я не знаю, вы общались с ним после того, как общались? Больше не общались, да, после того разу? Нет. Да нет. Нет. Ну, я не знаю, позвонит он, не позвонит. Будете вы общаться? Нет. Ну, если зайдет какой-то разговор, просто ты проследи, прослушай, посмотри внимательно, как он разговаривает. Как он только, у него есть знания, которые он просто выучил, потому что он ничего не делает, а только сидит, учит, читает эту Евангелие, опять же, которую даже не понимает. Мы сейчас с тобой можем, могу я тебе долго рассказывать, но я тебе просто, даже не... Я все, я все увидел. Я вижу то, что в нем просто ревность по Богу играет, и все. То, что, конечно, ты рассказала, это совершенно вторая, как говорится, сторона его. Об этом я не знал. Так вот, так же и батюшки мне сказали, они открыли, у них были квадратные глаза, говорит, как? Я говорю, батюшка, я и сегодня сказала, говорю, отец, говорю, Лазар, я не вру. Я говорю, вы, пожалуйста, вызывайте его, я скажу это в его присутствии, пусть он, если он такой верующий, скажет, что это не так, что я лгу. Дальше, мама его лицемерит, он всех заставил работать в юбках, якобы, но мама работает в шорте. В общем, тут такой винегрет, он принуждает всех, он бедного папу своего в коляске заставляет поститься, бабушке 90 лет он заставляет поститься, они уже немощные, бабушка уже не шевелится, сидит еле-еле. Папа мужчина здоровый, он запретил, он выкинул все мясо, все-все, ни в какие дни не разрешает это есть. Он сказал, что он отказался от всех кредитных карт, вот от этого, опять как отказался? В банке-то он все равно висит. Ну и что? Он их почикал, он их порезал, выкинул в помойке. Что дальше? Нет, тут условия, если ты отказываешь, ты должен от всего, и от интернета, и от телефона отказаться, от всего абсолютно. И свет в твоем доме не должен гореть, и за дом ты не можешь платить, потому что это все приводит к этому. Вот. И самое интересное, когда я начинаю ему что-то говорить, я говорю, почему ты меня все время оскорбляешь? Почему? Он мне говорит, я тебя не осуждаю. А, я говорю, ты меня как осуждаешь? Вот. Тем более, я говорю, осуждаешь ты, незаслуженно. Он мне говорит, я тебя не осуждаю, я тебя обличаю. Вот так он выражается. Я говорю, а ты кто такой, чтобы меня обличать? Ты что? Вот кто ты, чтобы меня обличать? И я тебя обличаю. Я ему говорю, я тоже. То есть он не приемлет своего обличения ему, он обличает всех, то есть, короче, у него все еретики, все батюшки-еретики, все, значит, короче, он избранный. Я просто тебе коротко скажу, он уже себя так говорит, слава Богу, меня Бог избрал, я избранный, и я избрал Бога, Бог избрал меня. Всё, вот так вот он говорит, ты тут вообще рядом не стояла. Вот так его накрыло буквально за ещё не прошло года. Как сказать, у меня такое впечатление, что он меня топит, вот он меня топит, то есть у него ревность ко мне больше, наверное, даже, чем к Богу, он хочет меня просто сделать монашкой, у него вот это, как он сказал даже сам, у него больная. Это не только, ты послушай, ты видишь, у него ко всем людям такое отношение, просто те люди не так близки к нему, он бы всех гнобил точно так же, как и тебя, потому что он видит своё несоответствие с миром. Ну это, ну это да, это прелесть, может, какая-то, но это всё, это детское, это пройдёт всё. Поверь мне, это всё пройдёт. Он любого, он сейчас любой, вот так же я к нему сейчас соединился бы с ним, жить бы с ним как-то стал там, он бы меня начал в чём-то выискивать во мне. Так вот, опять же, он, например, смотрит Лапкина, да, что-то в Лапке не признаёт, а что-то не признаёт, что ему невыгодно. То есть он, как сказать, он гребёт всё под свою выгоду из каждой проповеди. Я, Серёжа, я переслушала, я не знаю, сотни проповедей всех, всех, уже кого только нет. Ну всё, я с ним, я понял, я с ним поговорю тоже, ну я постарше его, наверное, лет, на десять больше, наверное, да? Да. Я не имею права-то его наставить как-то. Конечно, я с ним поговорю обязательно. Как только он стал божником, как он считает, он ушёл только молитва, колено прикладывание, причём у него такое, он в шесть часов у меня богородичное правило. Потом вдруг с богородичного правила начинает, переходит на сладчайшему Иисусу. Я уже такая вроде расслабилась, думаю, всё, ну, стою на молитве у него, он читает. Вот, руки вот так вот кверху тянет, как вот батюшка делает на службе, вот так же делает, всё повторяет. Прическу себе вот эту на пробор сделал. То есть вот у него постоянно какое-то идёт подражание всем, вся, вот где что увидит, где что услышит. То есть вот реально в какой-то прелести человек, я не берусь за это судить, я потому что не понимаю, что это такое. Ну, я не знаю, то есть, я уже не знаю, что говорить. Ладно, Тань, всё, ты, скажу, полнотея тебе раскрылась, я понял тебя. Да. Ничего, ничего, только молись, Господу молись и всё, чтобы Господь наладил. Человекам это нельзя сказать, конечно, это беда, потому что он в этом своём откровении, он может натворить, конечно, делом таких непоправимых просто. И с этим надо, как-то человек, это тоже есть где-то у монахов, у кого-то из святых, что увидел вот так восходящего на небо брата, да, стяни его за ноги, он уже крылья распустил, уже взлетает. То есть, он сам, вот это то, что я тебе опять повторяю, он говорит людям, но сам так не делает, вот это как называется? Ладно, Танюш, я всё, я понял, кстати, он мне написал в скайпе, вот сейчас мы с тобой разговариваем, может быть промыслительно так от Бога это. Он не спрашивает, но сейчас спрашивает у меня, что я делаю, он позвонить, видимо, хочет. А, да? А знаешь как, а может пока мы с тобой разговариваем, он подошёл к моим дверям здесь и услышал, что мы с тобой разговариваем и пришёл, может быть и такое. Потому что смотри, он же меня обманул, мы должны были вдвоём с тобой выйти на связь к тебе, вдвоём. Ну, так было бы лучше, конечно. Да, смотри, мы должны были это сделать вдвоём, и он даже в этом меня обманул. И вот как ты говоришь, промысел Божий, да, я прихожу в тот момент и слышу, он уже с тобой разговаривает. А знаешь, как было? Он мне говорит, давай с Серёжей тоже пообщаемся. Я говорю, я с удовольствием. Он говорит, ну только у меня камеры нет, мы можем это сделать только через твой ноутбук. Я говорю, хорошо, пойдём ко мне, сделаем скайп и поговорим с Серёжей вместе. И всё. И он пропал на несколько дней. Не идёт ко мне, не пишет, вообще ничего. Представляешь, муж, муж, вот так он меня бросает. Он камеру, послушай, он камеру заказывал просто там несколько дней, пока она дошла и всё такое. Да, 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 смотри, смотри. Так я тебе про что говорю? И вдруг вот ты говоришь, промысел Божий. И вдруг как будто чутьё. Я же не пришла к нему на день раньше, на день позже. Я прихожу в тот момент, меня никто не звал. Я прихожу в тот момент, когда вы разговариваете, представляешь? Он был в таком шоке, я тебе даже более скажу, он не хотел меня пускать. Ты видел, он вставал? Ну что, пришла, надо было подключиться к разговору. Он запретил мне даже показываться, он даже развернул камеру, чтобы ты меня не видел. Ты понимаешь, в чём он пребывает? Он меня не хотел пускать, он говорит, я разговариваю. А потому что он понимает, что он врёт. Понимаешь? Он не хотел. И когда я говорю, подожди, подожди, я говорю, а что такого? Мы же хотели вместе с Серёжей, я шепчу ему. Вот если даже видео просмотришь, там вот на каком-то этапе, да? Да я видел там, я видел. Он вставал, открывал дверь, да, я зашла. Он спрятал, он развернул камеру, чтобы меня не было видно. Он мне сказал, чтобы я заткнулась. Давай, давай, не будешь судить с ним строго. Давай сейчас этап такой пройдём, чтобы поговорить с ним и призвать его к ответу, можно сказать. Хорошо, если он будет чём-то отрицать, пожалуйста, я как бы готова поговорить втроём. Нет, здесь мы будем уже втроём тогда говорить. Да, да, ты ему скажи, потому что я реально, Серёжа, я и детство, что я тебе хочу сказать. Я не знаю, что мне делать. Я перестала есть. Моё сердце разрывается. Я не знаю, что мне делать, я схожу с ума. Ладно, если он там пишет, если он хочет с тобой пообщаться, в принципе, я прошу прощения, ты сейчас, я знаю, что ты спросишь, можешь ли ты выставлять наше видео. Нет, я выставлять не буду ничего. Наше не надо, ты понимаешь, его обличать не надо, потому что он сойдёт с ума, это вызовет у него агрессию. Имей в виду, кстати, что он вообще очень агрессивный по своей жизни, вот, в принципе. Вот, и чуть что, он сразу у него рукоприкладство, понимаешь? Вот, он что только мне не делал, он ставил мне синяки, показывал, как будет в аду больно, он не ставил синяки, просто щипал меня вот так вот за руки, вот здесь, у меня вот такие летом были синяки на руках, как будет в аду больно. Не надо, не рассказывай, не надо об этом, и желательно вообще никому. Так нет, это он мне говорит, как будет больно в аду, он мне показывает, он имеет это право. Понимаешь, мы вот друг друга, когда кто-то нам плохой, мы вот человека как-то стараемся очернить, а потом стыдно за это друг о друге лучше ничего не рассказывать. Это правда, Серёж. Я знаю, но просто потом не надо об этом. Хорошо, я просто тебе говорю, если нам вдруг удастся втроём поговорить после того, как, если можешь, чем помоги, пожалуйста. Я просто спасти мою душу, реально, реально. А там у тебя родные есть, Москвит? У меня есть родные, но я там, у меня всё, у меня здесь всё, у меня теперь здесь всё. Я здесь, понимаешь, 8 лет, Серёж. У меня здесь уже вся жизнь, там всё, работа брошена, машина продана, там всё, понимаешь, всё, всё ради него. Он так меня любил, он так хотел, он добился и выбросил. Вот так это называется. Это христианин, ты говоришь, я не христианка. А он кто? Я тогда не понимаю, может быть, чего-то. Я не знаю. Христианином называется тот, кто исполняет заповеди. Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдёт. Если мы не соблюдаем одну из заповедей, мы уже нарушаем все заповеди. Знаешь, как Трачёв даже сказал про какой-то там, тоже, наверное, из Евангелия, откуда, я не знаю, он сказал, если человек не делает добра, то он делает зло. Даже если он не делает зло. Но не делая добра, он делает зло. Понимаешь? Но это как? Он читает, читает все какие-то молитвы, все подряд, песни по... А-а-а! Не возвращайся, ты уже мне об этом много раз говоришь. Не-не-не-не, я сейчас тебе скажу, смотри, я просто хотела для себя спросить сейчас, вот вопрос. Например, он просыпается с утра, делает утреннюю молитву. Едем в машине в храм, он включает утреннюю молитву. Опять мы же едем на литургию, там опять эта молитва. Мы едем обратно, опять это. Он бесконечно одно и то же, вот как ты говоришь, понимаешь? Одно за другим. Надо, не надо. Читает все подряд. После Богородичного правила и сладчайшему Христу. После сладчайшего Христу опять вот это, опять возвращается к этому, опять к этому. То есть у него вот так, у него винегрет в молитвах даже. На суде Божьих не будет ни православных. Там будут люди, которые любили Бога и которые не любили Бога. Два вида людей. И все. Любящий Бога исполняет заповеди. Так самое интересное, он со мной играет, как с игрушкой, понимаешь? Хочу, приду. Извини за подробности. Ты не будешь это в эфир выставлять, да, нашу беседу, потому что в нашей ситуации этого делать нельзя. И я выхожу с Сережей парализованным на связь и начинаю ему рассказывать, что вот у меня такая-такая-то ситуация. Он не выставил в эфир моё видео, потому что ему это было невыгодно. Я это поняла потом. Извини за подробности. Ты не будешь это в эфир выставлять, да, нашу беседу, потому что в нашей ситуации этого делать нельзя. Да. Как ты, Серёга? Ничего, сегодня что-то мне худо, но поговорить надо всё равно. Потому что уже нету, я обещал. Как получится, я не знаю, смогу ли говорить. Приступ усилен, если сейчас сильно будет сковывать, то, конечно, это я не смогу говорить. Давай, сейчас это хоть вопрос решим, потому что я обещал ей. Она плачет всё такое, там. Ну, не знаю, я поначалу не хотел, конечно, не говорить. Вот, потому что, ну, видно, что человек в таком расположении духа, что, ну, как бы... Господь, в общем, сразу предупреждает о людях. То есть, ну, она такой настойчивой оказалась. Вот, пришлось поговорить. Ты мне скажи, как ты вообще с ней видишь ситуацию? Потому что, Анатолий, говорит мне однозначно. Ты не достаиваешь на том, чтобы разводиться вам, или как? Да, должно произойти, потому что там никакого-то, никакого, так скажем, грубо говоря, любви истинной такой нету. И дело не только в любви, а дело в том, что и так-то я и не женат, и мы... Да, это не реальность, это же не венчание, а это никакой не брак, в принципе, можно сказать. Здесь плацкие, пластая страсть. Не, ну, послушай, когда Господь заключал, вот, в смысле, давал заповедь, тогда не было еще никаких вот этих тайност, венчаний. Знаешь, если люди раньше, старые люди, древние люди еще понимали, что в соите мужчины и женщины это уже предполагает брак. Понимаешь? То есть перед Богом у вас уже брак называется. Она и заповедь существует, то есть одна плоть, правильно? Как написано, так должны любить мужья своих жен, как свое тело. Знаешь, Сергей, что смотри, это все было, если я был... Это было, когда я потом был далеко от Бога, и за это все это произошло. Если я был, вот я и сейчас, да, я никогда в жизни бы вообще не связывался бы, ну, вообще, я имею в виду большую там разницу в возрасте, там, так далее, так далее, да. Вот, и я бы не связывался, не делал бы никакого такого шага лишнего, без всякого обдумка. А когда человек без Бога живет, он живет по своим страстям, вот, лечь кровать-то, да, быстрее. И только, только исполнить свои, вот, свои страсти. Все-таки и ты, я говорю, на одинаковом уровне были. Вот, это, опять тут заповедь, какая работает. Если один из неверующих супругов хочет развестись, то пусть разводится. Вот, если бы она подала, понимаешь, инициативу такую, но ты не можешь подавать такую инициативу. Понимаешь, она является уже твоим ближним, и ты должен исполнять заповедь о ближнем. Вот, и отнесение креста. Тут ты должен, как муж, как мужчина, выдвинуть вот такие условия. То есть, ну, как ультиматум, да, я муж, я старший, я глава в семье, ты жена. Коли мы верующие, да, то есть она себя тоже позиционирует как верующим человеком, мы должны соблюдать заповеди Божьи. Потому что я, вот, скажем, я боюсь о своем спасении. Если я не буду следовать заповедям, то я не спасусь. Но, опять же, склоняясь на ее веру, на ее возраст духовный, нельзя настаивать на том, чтобы, допустим, то, что ты испытываешь, нельзя ей уже менять, понимаешь, по ее слабой вере. Слабых вере принимай вот по их вот этому неверию. Потому что именно вот в этом она может возрастать, что ты понимаешь, ее слабость. Ну, то есть, конечно, там одежды она должна в первую очередь одеть. Вот она мне звонит, я с такими женщинами стараюсь не говорить. У нее на скайпе там полгруди вот так вот открыта, фотография такая. Перемешала всех и всех людей, короче, против меня, короче, понимаешь, что происходит. Даже вот посмотрел ролик, который ты выставил, да, который вот то, что наше общение с тобой, уже даже там, короче, замешалось и меня злосходит. Ну, это я не, я на это не свяжусь, короче. Это понятно. Но тут надо сделать, чтобы во Христе все было, чтобы не по человеческим страстям, чтобы не было на тебе, понимаешь, греха. Серьезно? Тут надо по правилам сделать. Я постарался опять, ну, когда я отошел от нее. Когда я пришел к Богу, я дошел, когда возродился, да, отошел, короче, полгода не общался, там, то, сё. Вот. И потом говорю, что, короче, да, я пожалел, говорю, нужно вернуться, чтобы ее тоже как-то привлечь, короче, то, чтобы она покаялась, пришла, ну, чтобы исповедовала, сначала, короче, тоже в отцеплялась, потому что она ничего, не исповедовалась, не посещалась, ничего вообще. И, ну, нет, то, что имеет какую-то веру, ну, это вера, она не мертвая вера. Вот вера, которая полная в ересях, понимаешь, вот в таких ересях, что просто даже, я даже не знаю, как тебе это писать. Мне не хочется участвовать в этих вот склоках и становиться там судьей, каким-то законником. Я просто пообещал поговорить, я тебе предлагаю то, чтобы перед Богом не согрешить, понимаешь, чтобы сделать вам перед Богом. Последний раз вот собраться просто перед свидетелями, тебе нужно, тебе нужно поставить условие, нужно собраться, чтобы мы вдвоем, у них было два свидетеля, как минимум. И вам, тебе перед свидетелем, тебе нужно будет ей условия поставить, и она должна сказать, принимает она их или не принимает, тогда будет перед Богом. То есть ее неисполнение будет уже перед Богом неисполнение заповедей, не подчинение мужу. Она говорит, Сергей, она непокорная, это не, как сказать тебе, не объясните. Она сама, ей не интересны спасения, она говорит, что ты веришь, типа, в это все. Понимаешь, она совсем далеко, это просто, как сказать тебе, у меня душа плачет, я аж, я молюсь каждый день о ее спасении, но, ну, если она сама никакого не хочет делать шага, что мне, что может поделать Бог-то или я, что я могу поделать. Она не хочет жить духовно. Душевно, может быть, немножко живет там, или по-плоцки, все, больше другое, ничего никакого нет. Ей не интересны никакие, она, наверное, я поститься не буду. Она, понимаешь, она против всего этого стоит. Понимаешь, это было все легко, допустим, если вы были на одной земле, вы жили, то есть она, землячка твоя была, вот, развелись, а ты, понимаешь, она вот сейчас действительно, она приехала, вот, и поэтому тут другие условия, ты, как бы, видишь, являешься... Здесь все хорошо, не нормально, она уже здесь как-то лучше, чем в Москве живет. У нее свой дом, своя машина, гуляется, катает, работает, и все ненормально. У нее свой дом, да? Да. Слушай, он не снимает же ее, а свое. Нет, она получила, от гражданского брака получила же документы, все, она может жидеться. А я говорю, здрасте, ты за мной развелись, как хочешь, и живи, как хочешь, уже сама. Ну, хочешь заново жениться, я не знаю, что ты будешь делать. Просто если я сказал, что если я разбросил, я больше не буду никого, я не хочу больше нести... Я просто взял на себя, как сказать тебе, Сергей, что я не хочу больше никаких женщин вообще. Я хочу больше доказательствовать Господу Богу и... Да уж понятно, если вы что-то ведетесь, то конечно никаких женщин тогда. Нет, да, вот именно я не делаю, что я не разбросил, чтобы по поводу того, чтобы я нашел другую. Да я вообще из дома не выхожу. Я в затворе нахожусь там себе, и говорю, что я не хочу... И мне не интересен мир. Так как сказал Господь, отреки от самого себя, от самого себя и мира сего, это вернее непонятно. Они думают, что... Когда говорят, от мира сего Господь, он не имеет в виду, что географические места, что положение, извини, погиб, монастырь запросил. Нет, не об этом идет речь, отреки от мира сего. Если... Послушай, если апостолов брать, если ты отталкиваешься от апостолов, то они так не делали. Они шли по миру, они трудились. Апостол Павел пишет, что трудись, чтобы от своего заработка ты мог нуждающимся даже... То есть ты должен даже идти ради этого работать, понимаешь? Самое главное, знаешь, что это, короче, вот самая большая помощь, это, короче, привести другого человека к Богу. Проповедовать Слово Божию, это нету больше этого дела. А по поводу еды я... Да не, послушай, это... Приводим-то мы к Богу через дела. Как написано, что они, видя ваши добрые дела, этим Бог прославляется. Да. Через дела. Хоть делами не спасается путь, но через дела мы спасаемся. Это 100%, но кроме того... А то, что путь монашеский, вот это, он уже не спасительный, этот путь. Да когда, я не знаю, когда он был спасительным вообще, когда они сидели в затворе. Нет, сегодня спасение только с нашими вот этими душами-дебилами, понимаешь, спасение только делами, и все. Да, ну пойми, что, Сергей, вот этот брак именно, а он меня ведет наоборот, наоборот, он в ад. Я понимаю. Понимаю, надо вот условия крепкие поставить, и все. Но если мне что и ставил, эти условия, то решай, решайте. Я вижу, что она, конечно, непокоримая такая. Да, ну, полпиная. Она говорит, она же тебя просто так не оставит, понимаешь? Я понимаю, ну... Я ничего не могу поделать на этом. Я хочу, скорее бы, это, чтобы закончилось все это, но я имею в виду, в плане того, чтобы разместись, короче, и чтобы это закрыло с темой, и все. Но не оставит мне, что я могу поделать. Ну, не оставит, не ставит. Я даже не собираюсь. Это знаешь, кому было бы трудно, Сергей? Тот человек, который, например, у нее есть другая, новая девушка, и он говорит, ну, как мне от нее избавиться, она мне мешает со временем, почему мне другую девушку создает. И эта девушка начинает ревновать, что она говорит, вот тебе твоя бывшая народа. А мне никакие проблемы нет. Понимаешь? Ну, там, если она хочет восстать против меня, там, хочет... Или обо мне, короче, говорить после слова, ну, клеветит на меня. Ну, пусть клеветит, понимаешь? Я не обижаюсь на них. Ну, она-то как видит все это? Это первый год, вот ты просто пришел, то, что эйфория, я же говорю, она у большинства, и у меня было два-три года вот такое, то, что это успокоение, оно придет через год, через два, обязательно. То есть, такое... Ну, то есть, вот этого азарта такого не будет. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, знаешь, Сергей, я молюсь по поводу этого, молюсь по поводу этого, я говорю, Господи, не оставь меня, чтобы я погиб, потому что, если ты от меня хоть минутку зайдешь, Господи, я погиб, я знаю, что я сразу же хочу ослабить вот и вера. Не вера, а ослабить... Это вот подвиг. Подвиг. Самое главное, вот это вот подвиг, чтобы быть все время, короче, не оставить свои, свой конус, свои правила и свою любовь к Богу, потому что, если ты остаешься к Богу, остальное, это уже не... И плоские люди любят друг друга, что-то, 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 надо как-то первое любить Господа Бога, чтобы возлюбить ближе на своего. Потому что, если оставишь Бога, потом опять пройдешь, опять же в мир вешиваться будешь. Опять будешь миском, простым таким человеком, как и все. Самое главное, это не потерять любовь к Богу. Ну, опять же, посмотри, Господь-то, Он в мир, Он в мире Себя явил, понимаешь, нам... Мы и так же должны... По-моему, мы являть должны в мире Себя, но мы... Да светит свет ваш перед людьми, понимаешь, мы же не в затворе должны это являть, любовь к Богу, а перед людьми являть ее должны. Сергей. А в первую очередь перед теми, кто рядом с нами. А здесь кто-то говорил, знаешь, как, что в последние времена люди будут спрятаться, короче, от того, чтобы прятаться именно от людей. Потому что, Сергей, ни с кем... Ну, вот что... Нет, помочь это одно. Я... Где нужно, помогу. Другое дело помочь, но другое дело вот... Общение я не имею. Потому что, понимаешь, люди пустословят. Просто праздность и ни о чем. Не, я тебе вообще оближенную говорю вот об отношениях с ней опять. Я же тебе... А ведь чем? Чтобы под грех не попасть. Я же не знаю до конца ваших отношений, как это все у вас выглядит. Ну, вот так вот просто нельзя перед Богом взять, вот и все. Понимаешь? Я же говорю, перед Богом это все степенно делается, со свидетелями. Это по правилам нужно делать. То есть ставятся условия, понимаешь, перед свидетелями. Вот. А потом уже идет исполнение и неисполнение этих условий. Это же все... Это закон, понимаешь? Какой перед мирским законом мы делаем, так и перед Богом должно быть. А так с бухты барахты это не делается. Вот. А перед Богом мы так только совокупились. Все. Вы становитесь мужем и женой. Вы становитесь одна, плоть. Не знаю, Сергей. Я думаю, что это на вот... Это блуд. Какой брак? Это просто блуд и все. Чистый блуд. Ну, со мной, димошка, что живешь так... Не такой грубый блуд, что меняешь каждый день человека. Не заблуждение такое, сильное заблуждение. Ну, такой, в своем роде, блуд тоже. Блуд, это когда от одной к другой, от другой к третьей, к третьей, четвертой. Вот это блуд. А когда раньше... Раньше, понимаешь, раньше случалось, если вот Машка с Васькой там где-то за кустом прилегли, они встают, они все, они уже шли к родителям, мы уже с иконой, мы не славляйте, все, мы муж и жена. Тогда понимание, понимали люди по-другому. И сегодня вот в рамке закона возвели, а перед Богом вот соитие мужчины и женщины является браком, это перед Богом. И поэтому на суде, вот, допустим, она вот ходит полуголая, да, вот, перед явятся тысячи человек, мужиков, и их покажут всех, как ее мужья будут они, понимаешь. Ты на нее с вожделением посмотрел, и ты будешь являться ее мужем. Так и вот, и нам тоже, у мужиков, покажут всех женщин, которые были вложены, скажут, это все твои жены. Помнишь, когда у кого-то в Сомаренке, в Сомаренке он говорит, у тебя было пять мужей, то есть у тебя пять мужей, но, видишь, он мужьями их называет. Нет, по поводу этого, знаешь, я это понимаю, но и непонятно, и это вообще чувство. Ей главное одно, выть и кровать вместе, все вот это и главное. Ты за этого добиваться, понимаешь, чтобы, чтобы, я даже не знаю, зачем мне ей нужно, я стала же, и как зачем ей нужно. Ты, тебе, конечно, мне мир не интересен, ну, вот эти мужские все дела, жизнь мир не интересная. Ей нет покаяния, вообще-то. Она говорит, я хороший человек, я добрый. Она вообще ничего, она забыла все свои дела, бывшей жизни, она забыла, конечно, все свои поступки и блуды, и там, или аборты, и все, что, конечно, было. Ей все без разницы, понимаешь? Никакого она существования вообще не имеет. То, что она плачет тебе, это сатанинские слезы, да слезы, конечно, просто флотские. Я сказал, короче, мы должны, если жить вместе со мной, мы должны жить поевать детских. Я открыл, как это все говорит апостол Павел, как должно быть. А я ей говорю, что не муж для жены, а жена для мужа, во-первых. А во-вторых, голова семьи, и глава семьи – это муж. Потом еще я говорю, что, короче, как говорит апостол Павел, что жена должна быть, короче, безбогой, должна быть, короче, немногословие. Она это не понимает. Это христиан, а христиан, когда жена говорится. Она еще не христианка. Нет, она что-то считает же православной, она в храм приходит. Это когда, это когда соединяются во христе, муж и жена христиане. Такой должна быть жена. О христианке пишется. Да. Она написана, немощная вера, принимая без споров о мнениях. Она немощная вера. Я ей сказал сразу, значит, я говорю, ты не христианка, поэтому, ну, то есть, я ей дал понять, что она еще не христианка. Она не понимает, что это. Поэтому принимать ее нужно, как не христианку. И говорить с ней по Евангелию бесполезно, для нее это не авторитет. Она не говорит, Сергей, что я не одену, хочешь там, хочешь никаких платков, никаких, не плать, ничего, мне это все. Она говорит, что, а другие люди вот так. Она не понимает ничего. а я устал, Сергей, я уже борюсь с этим ровно полгода борюсь. Я уже брал батюшку, одному батюшку. Я нашел уж только говорящего батюшку, даже, салоника, да, город салоника. Нашел батюшку, саговорящего, отвертую, да. Она сама свою, как-то, алдычин там, понимаешь, и без находит, как найти такие, чтобы себя, типа, оправдать, как-то, с таким, такой, жалостным стать. А я, типа, без такой, виновен. У нас не было никакой соды, понимаешь, Сергей, мы не разбудимся от того, что у меня есть какие-то измены. Нет, я просто того, что хочешь, понимаешь, я понял, что мы живем неправильно, не вовсюсении по-евангельски и не по-православной. И я, конечно, поставляю, я согласен, никакого нет. Ну, милая моя, все, я не хочу. Все, мне это, я, 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 дуба. Я каждый день, потом, гневусь, еще руку поднял. Ну, нет, надо, зачем нет, надо, нет, я не хочу, я, я погибаю. Я вижу, что вы где-то, это гибнул, Сергей, я и так, гибнул. Собл, соблудов, я, это, то там, аммала для меня, за мои грехи. И плюс ко всему, я каюсь, одновременно, понимаешь, одновременно, хочет продолжать согреться, но это зачем, это что-то такое-то, вообще, я никогда не выйду из этого ада, понимаешь, и церковь, вот, а у нее цель только одно, у нее не церковь, что спаси свою душу, у нее церковь погубить мою еще душу, она о себе не радеет, еще я, меня хочется погубить, не, не те, ей интересно тело только, ей не интересно, что будет после того, что, как она закрыла свои глазки, я говорю, ты закрыл свои глазки, для тебя ждать мытарства, ты знаешь, что это такое? Она, вообще, для нее, даже после этого, для нее, все чудо, знаешь, я устал бороться с этим, все, кого знают деревников, все на них друзья, общаются, везде, и всюду, со всеми, со всем, у нее, может, нравится, понимаешь, быть по гостям, вот, то, что говорит апостол Павел, а таких избежать, избегает апостол Павел, таких надо вообще избегать, тем более, жилось, что я имею в виду, я ей объясняю, она замужем, была, что, и криска всему это, а я ей говорю, что, Господь сказал, что, кто выходит за замуж, что, кто любодействует, я еще, да, это так, в общем, да, все во мне, как же понимаешь, это все, все в мою сону, обворачивается, как сказать тебе, по осуждению, мне все будет, потому что, получается, я ничего не слушаю Господа, я взял, то, что всему, ну, скажешь, не я развел ее, от ее мужа, они тогда были разведены, дело не в этом, дело в том, что, там просто, как же понимаешь, они, они-то разведены были, да, да, это закон, да, 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 но дело не в этом, Сергей, дело в том, что там тоже, понимаешь, до 60, а детей, почему вы 8 лет прожили, а детей почему не было? Да какие дети, Сергей, мне, я познакомился с тем, им было 21, а я им было 45, у нас жалится 20 лет в возрасте, я сейчас 52, а мне 29, понимаешь, жалится огромное, дело, даже опять же, понимаешь, это все скрывало, это грех большой, о том, от мафии, все вот это, то скрывало, а сейчас, конечно, это и мать знает об этом, но она, моя мама, уже даже, знаешь, смеялась, она говорит, что раньше она, конечно, ненавидела, она узнала, что я с ней, ну, имела какие-то отношения, мать, понимаешь, была против всего этого, там, то, все включала, а потом, а потом, когда я уже раскаялся, я уже, и батюшки, и я уже начал, у меня ушел от стыд, и лжал, ложь ушла от меня, понимаешь, мне пришла истина, я начал, не бояться ничего, я только Бога боюсь, не хочу, я говорю, мам, вот так, вот так было, и все, все говорю, и мне, послушай, допустим, ладно, уже там, ни о какой согласии жизни говорить, но если она, вот, приходить вот к тебе будет, ты готов ее принимать, а я видел, она в прошлый раз, вот приходила, ты готов, смиренно, вот, ее принимать, чтобы, вот, не ругаться с ней, просто, нормально. Ты знаешь, что, когда мы закрыли разговор, я, короче, сидел, она говорит, говорит, на меня, я тебе, короче, пойду, я тебе, в епископию, пойду, кое-что, всем батюшкам, скажу, что ты вот такой, вот, ты меня бросил, ты там то, все, короче, я, я, оставь меня, пожалуйста, я посплю, я уже, а я, а ей ничего, понимаешь, она, она, у нее цель только одна, только одна, я даже не знаю, что, у нее уже цель не любовь, не со мной быть, а я не знаю даже, что у нее, я даже не знаю, что это такое, это уже, понимаешь, сатанинского числа, просто живет страшным, если не живет без груда и червогодия, а это, все, Сергей, вообще, и сельболюбие тоже, все, все, все живет вместе, понимаешь, она не понимает, что она ответит всего, все этого, она этого не понимает, и для нее это чувство, она говорит, я лежу здесь, а что будет там, как-то мне, ну, понимаешь, я такого человека даже не хочу быть, мне уже, понимаешь, я не жалко, я понимаю прекрасно, я понимаю все, мне жалко, потому что я понимаю, что человек, она же душа, она в вечность, и она, так сказать, ничего не стоит выше, распределяет, чем одной души человеческой, ничего, все в мире. Я объясняю, что все, что у тебя есть, не стоит ничего больше, чем твоей душе. Что от того, что ты приобретешь весь мир, а душу свою поглубишь? Что? А это непонятно, не знаю даже, я даже не могу перевести, что это за человек. Люди есть как-то дальше, что у меня совести нет, у меня голос совести, ты просто заглохла и все, вот это вот. Природа ела, понимаешь? Ей нужно все вот это зимнее, конечно. Да, одевать развратно, короче, вот это вот все. Я говорю, что ты знаешь только, что горе тому, кто искушает. Никто искушает, искушается ему тоже в горе, но ему не такой горе, как тому, кто искушает. Лучше бы ему, короче, темновый камень на шею и в море. Это Господь мне уже сказал. Представляешь, говорю, что ты глупостью человеком во все равно. Если кто так изговаривает, ты говоришь нечто изглавляемая грубо, то Господь скажет, что ты так глупо говоришь-то. А оно так да, оно так и есть. Горе тому, кто искушает, никто искушается. Лучше, чтобы одно тело, члены твоего тела погибло, чем если твоя душа была обижена гиену огненную. А она говорит, что такое гиена огненная. Там плачешь, скрежешь зубов. А что это такое растолкуй? Я говорю, что это дура что ли, что тебе растолковать-то? А она не понимает. Я говорю, что это такое гиена огненная. И там скрежет и плачет. Как тебе это еще растолковать? Что нужно толковать для этого? А она не понимает, Сергей. Я говорю, что хочешь по квоткам, потом начинаешь гневаться, злиться. Ну вот это вот гневка. Гревайтесь, но не согрешайте. Но я не знаю, что мне уже делать. А она это не понимает. Ей для нее это чувство. Типа, короче, я не хочу. Хочешь всегда это. А я говорю, кто сбережет свою душу, кое-что погубит ее. Опять я ничего не понял. Да и об этом не надо говорить. Евангельское. Зачем, если она простого не понимает? Если она не верит в ад, то зачем ты об этом говоришь? Ну вот ты правильно сказал, Сергей. Вообще ты правильно сказал. Что она не верит в кое-что самое главное, что получили ады. жемчуг разбрасывать не стоит. А ты знаешь, что она сказала? Я ей говорю только что не давай писанку вообще не кидай бисер перед свиньем. И я ей сказал адрес это. А потом, в другой раз я её подведывал, она мне говорит, что таки кидаешь? Она поняла. Она поняла. И я, как раз, как раз, говорю, господи, прости меня, что я, вот, короче, да, слово твоё попираю перед свиньем. Ещё не хватает этого, они ещё на меня... И самое главное, люди забыли, Сергей, про подвиги. Подвиг нести. Подвиг хвоста. Подвиг молитвы. Подвиг холеноприкладывания. Подвиг бдения. Не спать, чтобы стать бодрым, короче, да, вот, чтобы мало спать. Это все подвиги были, короче, и эти... Это, конечно, говорят, а, это, говорят, мне не святые. Ну, естественно, только что ты не слеешь в царство Божие. Царство Божие для святых. Там не могут быть люди, которые... Это, понимаешь, это... Это не то, что подвиг. Это должно нормой жизни стать, так... Жить, да, человек, христиан. А подвиг, это... Это оказывать любовь ближнему, вот где подвиг. Нет, я с тобой согласен, что... Оказать любовь ближнему, я... Это делаю все. И ей я помогаю. Даже я и скажу, что даже если с тобой... Я с тобой... Я к тебе не имею никакую ненависть или взнос, или... Или, конечно, там, вражду, или, конечно, не знаю, вообще... Все, что угодно. Нет. Ну, я... Так нельзя жить. Я не могу с тобой вместе жить, потому что... Ничего мы общего не имеем. Ну, как это такое вообще? И какой смысл у нас семьи не может быть? Я имею... Я понимаю, что семья – это, конечно, не только дети. А семья – это вообще просто... Это должна быть любовь в первом плане. Не только что дети. Ну, здесь, конечно, понимаешь, здесь совсем такая ситуация, что вообще... Нечего спасать, Сергей. Вот я понимаю, что, конечно, у меня была моя жировестница, у нас были дети, и ты мне вот сказал бы, конечно, Саша, ты должен, конечно, там... Я даже об этом разговаривал с тобой, и сказал бы, конечно, Сергей, я сто процентов очень уверен, что, конечно, я должен сохранить свою семью. Какой бы ни было бы это... Здесь это... Как сказать тебе? Это просто страсть была. Здесь мне не то, что, конечно, как... Как создание семьи было, и шла речь. И что такое же документы, что мы вместе? Ну, я понял всё. Ладно, это... Чего? Эту тему её развивать смысла нет. Я понял. Я просто думаю то, что у неё нету жилья, ничего тут не устроено. Она... Она, в общем, нужды нет. Нужды нет никакой, да? Да, абсолютно никакой нуды не имеет. У неё и машина своя, и дом своя, и знает всю деревню прочее хорошо. Она весь лет живёт. Семь лет здесь находится в деревне. Ты не знаешь, думаешь? Она работает. И работу имеет. И самостоятельно живёт. Я посмотрю то, что человеку в глазах пустота. Никакой, вот, конечно, не имеет... Человек задумался... Да, вот совесть человека, кто имеет совесть. И... Кто имеет реально, короче, страх Божий. Потому что всё, кажется, отсутствие страха Божьего, Сергей. Я об этом уверен. Я об этом уверен, что человек от страха Божьего у него всё происходит, что он начинает уже, ну, так относиться к жирнику, знаешь, к там вообще... К изродению. Не родить ни от чём. Не о спаси своей души. А он не верит. Страху Божию раньше детей с рождения учили. Да. Страху Божию. А сегодня... Сегодня есть только Господь сам учил. Ладно, Александр, давай это, а то мне уже пора там. Давай, да, Сергей. Я понимаю. Ты прости, что кое-что... Что вообще, что она... Через меня тебя беспокоила по поводу этого. После беседы с Александром у меня исчезли и силы, и желания говорить с Татьяной. Я плохо себя чувствовал и без того. Татьяна продолжала бомбить меня письмами, видеообращениями, ночными звонками. Такие неспокойные души идут на всё ради достижения своих целей. Они не смотрят ни на страдания, ни на дела других. Эти души видят только свои переживания. Поняв всё это, я оставался всё-таки с Татьяной на связи и хотел сделать ролик нашей беседы с Александром, чтобы показать ей результат нашей беседы. Но, не успев сделать этот ролик, Татьяна пошла на очередной шаг. Она подговорила своего соседа, чтобы тот поговорил со мной под её чутким руководством и наставлениями. Я ещё тогда не предполагал, но всё происходило по той же схеме. Человек этот написал мне с утра, и я долго не отвечал ему. И потом уже под вечером мы связались, договорились о встрече, и получилось так, что встретились уже туда ближе к полуночи. Душу я чувствовал, что вся эта беседа не приведёт ни к чему хорошему. Всё-таки я сейчас говорил с этим человеком, его зовут Дмитрий, но под конец уже терпения не осталось, и я попросил Дмитрия отпустить меня, сославшись на тошноту. После такого выпада Татьяны я совсем отошёл от неё и заблокировал Дмитрий Мабуев. Я ничего что, Серёж, я звоню с этого, как его, с телефона? Ничего, только перевёрнутое изображение. А, вы имеете в виду, чтобы я вот так сделал его, да? Да. Вот так видно, да? Нормально, да? Да, так нормально. Я, значит, на вашем канале тоже подписан был и наблюдал очень много вот ваших видеороликов, там, выступлений ваших по поводу христианской веры. Вот. Что я хотел бы у вас узнать, Сергей? Скажите, пожалуйста, будьте добрым. Вот, для начала, чтобы открыть с вами разговор, как вы относитесь вообще всему православному, что связано с православием? Вот, священство, монастыри, вот, святые отцы, вот, и так далее. Вы относитесь, относитесь лояльно и положительно к этому всему? Ну, как сказать, я, по большому счёту, никак, если отлежу у меня даже и пойти никуда не могу я. Не-не-не-не, я вас понял, не, я имею в виду вот с точки зрения православия, вы же себя, вы себя же считаете православным уже христианином, правильно? Ну, православие, оно всё под время. То есть, когда-то было монашество адекватным, да, сегодня это уже образ монашества. Вот сегодня то же самое и со священством происходит. Игра идёт в православие, а настоящих священников уже, я имею в виду тех, которые веруют в Господа, от Бога, которые таких уже единицы, наверное. Такое, да, всему своё время, и время имеет свойство заканчиваться. Есть у нас пророчество в православии. В конце 18 века святой Феофан Затворник писал, «Пройдёт одно, отсюда два поколения, и православие исчезнет». Вот сегодня православия такового нету. Если оно есть ещё где-то, то хранится буквально вот в каких-то единичных случаях. Ну, допустим, Сергей, я лично вот здесь... Может, позвольте с вами не согласиться, что всё, допустим, священники, или как там сказать, что якобы не придерживаются православия. Я всё-таки думаю, что всё-таки где-то как-то ещё осталось у нас православие, где-то как-то всё-таки священство ещё держится православие. Я думаю, что вот и на Руси, и в России тоже всё-таки есть далеко, скажем, не все прям такие плохие уж священники. Есть, конечно, и порядочные, и которые придерживаются, так сказать, религиозной логики, религиозной доктрины и так далее. Так я о всех и не говорил, я же один раз повторил, что остаются где-то православия в своих вот таких единичных случаях. Я же не говорю о кончине православия. Я вас понял. Не, я вообще просто в общих чертах так говорю. Серёж, хотел бы с тобой вот, знаешь, ещё что сказать, поговорить. Я, конечно, на твой канал подписан, и я очень рад, и... Подожди. Блин, позвонили на телефон. Значит, это самое, я подписан... Да, что ж это такое, поэтому не хотел через телефон звонить. Слышно, да, Сергей меня? Да, слышно. И вот так вот, Серёж, я подписан на твой канал, и сказать так вот, постоянно я смотрел, наблюдал выступления ваши. Ну, возразить ничем я не могу, что-то сказать там, в чём-то недоволен я или что, или как-то, или в чём-то я вижу неправоту там, или что. Это, конечно, я ничего такого плохого не вижу, и ничего такого... О чём можно сказать, если я от себя ничего не говорю? Ну, да, да. Я говорю только то, что говорит Господь, и всё. Да. Меня не в чему лечить. Я вот в этом, да, с вами это самое, вот в ваших, да, вот выступлениях я, в общем, очень хорошее вижу там всё такое. Ну, вот хотел бы с тобой поговорить, вот я был подписан на Игнатия Тихоновича Лапкина, на его канал тоже, вот. И в том числе в нём видел тоже, я ничего плохого в нём не видел, как бы, да, вот в его выступления, там всё такое и тому подобное. Но я позволил себе отписаться от его канала и удалиться с его скайпа. Я просто вам поясню, почему, просто вы сами даже скажите мне, я прав в этом или нет, как вы думаете сами. Я как-то вот открываю, значит, YouTube канал, а у меня, ты сам знаешь, да, когда вот если кто-то заливает видео, сразу показывают сообщение, что вот такой-то, такой-то, на кого ты подписан, там как бы, да, и сообщение. Я открываю канал, смотрю, а там написано, значит, в какого бога верят греки и в какого бога верят русские. Я удивился. И там вот в Украине, скажется, да, там, как его звали, этот парень, который ушёл, я уже забыл, Никита вроде бы, Никита. И он как бы задаёт вопрос Игнатию Тихоновичу Лапкину и говорит, вот, вот, типа вот, там вот греки, вот, как они пришли, вот, нам принесли веру, вот, какие они сейчас есть, такие вот. Вот, меня поразило, знаешь, что, Серёж, меня поразило то, что вроде бы, вот я вот тебя сидел на трансляциях, да, я никогда в жизни не видел, чтобы ты, вот ты правильно, даже сейчас ты мне сразу намекнул, что ты за всех не говоришь, как бы, да, за определённых личностей, как бы, да. Вот, меня удивило то, что вот Игнатий Тихонович Лапкин, да, он 50 лет отдал свою жизнь, да, христианству, он там написал книги, всё, и вдруг такой человек, начинает говорить за весь народ и говорит такие слова, что такой неверующий народ, как греки, я ещё никогда не видел. Ну вот, Серёж, скажи, христианин православный разве позволит за весь народ такие вещи говорить? Ну вот как вот, даже ты, до этого, даже ты сам... Да я не знаю, а как вас зовут? Меня зовут Дмитрий, Дмитрий, Дима меня зовут. Вот, я вас не могу... Дима, мы можем говорить всё, что угодно. Ну? Человек не свободен в слове своём. Ну? Даже в стране, в стране демократической есть свободность. Ах, да, 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 да. Тоже запретит ему говорить. Да, да. Дима, давай договоримся так, чтобы я говорю, ты молчишь, ты говоришь не молчишь. Хорошо, хорошо. Чтобы не перебивать. Да, 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 да. Да, да, вы говорить будете, да, говорить, я вас слушаю. Не, я сказал, готов ответить за свои слова. А, не, я просто хотел спросить, вот как вы думаете, православный позволит ли себе такие вещи? Ну, позволит ли... Ещё раз говорю, я ещё раз говорю, православный, кто такой православный, надо разобраться, я не знаю. По крайней мере, что ты подразумеваешь под этим словом. А у меня, может быть, отношение к православию совершенно другое. Ну, хорошо, ладно, христианин, так скажем, христианин. Позволит ли себе... И вот без бороды, и вот, допустим, бороду не носишь, я-то могу сказать, что ты не православный. Как ты можешь себе... Я не православный. А в чём заключается твоя логика, что я не православный, в чём именно? Ну, в этом заключается православие. То, что я бороду не ношу? Нет, то, что я бороду не ношу? Да. А ты знаешь, Серёж, что до Рождества Иисуса Христа язычники носили по метр бороду. Ну и что, они что, православные были? Да я не буду спорить, Дима. Я тебе говорю, у меня своё православие, у тебя своё. Я, допустим, священников не признаю, которые стригут бороду, для меня это не православные священники. Спорить я с тобой не буду. Я же говорю, что у всех разное понимание православия. У тебя своё понимание, у меня своё. Понятно. Ну, значит, ну, понятно, я понял. А значит, у вас, как бы, свои понятия, взгляды о православии, о вере, у меня свои, как бы, да, вот. Что я ещё хотел спросить, значит, а как вы относитесь... Вот я смотрю, вы это самое, иконы это делаете очень приятно, красиво. Я... вы... вот у вас почитание идёт к святым всё-таки, да, вот как бы вы всё-таки иконы... делаете, как бы, вот я очень видел, очень красивые иконы у вас. Вы всё-таки... В православии принято подражать наставникам. Мы читаем жития и смотрим иконы, и подражаем наставникам нашим. Верия их подражаем. А так, чтобы другое какое-то поклонение, мне такого нет ничего больше. Ну, знаете, я так думаю, что поклонение и почитание, это, наверное, две разные вещи. Поклоняться Богу поклоняемся, а святых-то мы почитаем. Дима, я вот смотрю, ты, Дэн, споришь? Ты хочешь поспорить, что ли, я ни на какие вопросы не буду спорить, сразу говорю. Если у тебя есть вопросы, я отвечу с удовольствием. Хорошо, Сергей, у меня вот последний к вам вопрос такой. Как вы думаете, всё-таки, в наше время, есть ли православное христианство или нет? Есть ли среди людей ещё православные люди, христиане или нет? Ну, до конца дней наших будет. Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле? Он говорил о своей вере, об истинной вере христианской. Я считаю, что истинной верой христианской является именно православная вера. Вот именно в православии сохраняется аскетизм, отношение к миру, да, где в других религиях такого отношения к миру нету или потеряно. То есть я имею в виду харизматию сегодняшнюю, да, или другие какие-то, ну, ответвления к христианству. То есть мир поглощает сегодня все религии. И если что-то остаётся, то это православие. Понятно. Значит так. А вот смотри, Сергей, вот чтобы, вот православным считается, наверное, человек тот, вот с вашим понятием, да, допустим, если девушка одевает, допустим, длинное, да, там, плотки одевает, должна одевать, как бы, да, длинное платье, как бы, да, вот так сказать. Ребята должны, как бы, вот, бороду носить, вот. Это зависит, вот это что получается? Это вера, говорит, так носить? Или это всё-таки традиции христианские? Да это никто, никто не должен носить. Понимаете, как? Это выражение духовного образа человека. Если человек по отношению к миру, если человек Божий, то он не любит мира, не того, что в мире, да? Это заповедь Божия, не любите мира. Кто любит мир, то нет любви и очи. Если человек мира придерживается этого, да, пытается подражать миру, значит, в нём нет любви и очи. Всё, и, как бы, по этим внешним признакам можно определить, насколько человек Бога любит. Этого достаточно. А то, что он там должен, не должен. Может быть, он ещё на пути к Богу, может быть, он ещё не дошёл до этого понимания, до отвержения себя, вот. И осуждать его ни в коем случае нельзя, конечно. А вот, Сергей, смотри, вот я как-то общался с Игнатий Тихонович Лапкин, он мне сказал, что православный должен обязательно носить бороду, да? А я вот заметил, есть на иконе, допустим, Пантелеймон, святой он без бороды, Дмитрий Солунский тоже без бороды, к примеру, да? Вот я здесь спросил у священников, он сказал, священник говорит, зависит вера по делам человека, говорит. Не судите человека, говорит, по телесному, а судите, говорит, человека по внутреннему, по духовному. Если человек, говорит, неопределён к православию христианскому, он может хоть три метра бороду носить, это ничего ему не даст, говорит. Вот, в том числе, говорит... Да-да-да-да-да. Это взгляд, взгляд как один, так и другой, они совершенно неверны. Это две крайности, да. Одни говорят, что вот убеждайте себя в том, что внешне только внешне, другие говорят не только внутренне, то, что это совокупность должна быть внешнего и внутреннего. Это должно быть совершенством. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дуб Божий живёт в вас? Тело нужно образить по образу Божьему. А вот я смотрел недавно выступление ваше с моим земляком. Он, кстати, недалеко живёт, мы у вас почти в одном районе живём. Какие выступления, Дима? У нас простые разговоры домашние, какие там выступления? А, ну, я имею в виду разговоры, да, разговоры, это, Серёж, между Александром, Сашкой, ну, между Сашкой и с вами. Ну, я хотел бы, знаешь, ещё вот поправить его, где он сказал, что в действительности якобы все здесь попы курят, там, ну, за всех, вот вы правильно сказали, я за всех не говорю, так и я хотел бы сказать, что не все, конечно, у нас решенники прям и курящие, там, как Саша выразился. Ну, я думаю, что некрасиво говорить так, и вообще осуждать, я тоже думаю, что это некрасиво, как Иисус Христос сказал, не судите и судимы не будете. Каким судём судите, таким будут и вас судить. А про священника он сказал, истинно вам говорю, им уже награда есть на небесах. Типа вы... А ты как думаешь, ты сейчас не судишь его? Ты сейчас как думаешь, ты его не осудил? Нет, я его не осудил, просто я поправил в том, что он не прав, что говорят. Он тоже поправлял. Ну, ну... Он тоже... Не, подожди. Понимаешь, осуждение... Да. Осуждение – это Бог решает кто кого и как судит. Ну. От избытка сердца, говорят, устай. Я вижу, что у тебя какие-то неприятности просто в жизни. Ты потерялся, видимо. Вот. И ты ищешь сейчас виноватых. Ты хочешь кого-то обвинить в этой жизни. Да нет, я виноват. Это всё, если... Именно так и происходит. Ты не можешь просто найти отношения, тебе хочется, Господа не можешь найти. Что-то происходит внутри тебя такое нехорошее. Нет, ну... Послушай, Серёж, допустим, если... Есть такая пословица, знаешь, русская, если в одном стаде барашка паршивая, это же не означает всё стадо такое же, правильно? Такие... Зачем об этом вообще говорить? Зачем? Он бы сейчас мог бы и оправдаться наверняка об этом, Александр. А... Да я с Сашей разговариваю... Что мне... Не хочешь, чтобы я сказать, да, он нехороший человек, он вообще... Да нет. Не надо это сказать. Нет, я не говорю, чтобы вы сказали, что он нехороший. Я с ним общался на эту тему, он всё равно... Поэто... Всё равно он на своём был, то же самое он мне сказал. Я просто... Ну, кроме своего личного спасения, ни о чём больше не думаю. Меня это вообще никак не касается. Да-да, это ты правильно говоришь. Да, спасение надо думать. Ну, просто, видишь, вот когда слышишь такое, сразу, да ты что, серьёзно, что ли, такие вот-то и так, и так, и сяк, вот, как бы, да? Начинаешь думать, как бы, вот это самое. Поэтому я бы хотел бы просто поставить вас в известность, Сергей, что у нас не все, конечно, священники прям такие. Да это меня вообще никак не касается, мне это не важно. Я об этом даже никогда не думал. Мне просто это смешно, когда говорят, священник курит, просто смех вызывает, и всё. Все или не все, мне вообще, это как факт сам, что священник курил, мне это смешно, и всё. Вот недавно я смотрел тоже это самое, Серёж, от выступления Игнатия Игнатия Лапинина, там с одной девушкой, я уже забыл, как и Татьяна, да. Она вроде бы хотела о чём-то поделиться, но он её предупредил, что якобы поставит, ну, как бы, её видеоролик как бы в Ютуб, она вроде бы отказала, как бы ему, мол, типа не согласилась. Вроде бы девчонка сказала нет, а он её поставил, я не знаю. Просто поэтому я удивлён этим. Девчонке Татьяне, 52 года. Дьявол напрочь помрачает умы людей. Бедные дети, сегодня не найдёшь бабушек, которые вяжут носки и пекут пироги своим внукам. До 80 лет все бабушки остаются девчонками. А так нет никакого плохого, я ничего не знаю. Ну, ты хочешь, чтобы я подключился и начал с тобой вместе осуждать такой плохой инотехничный. Да нет, ради Бога, я ж это не говорю. Да, да, Дима, это так. Есть. На следующий день с утра Дмитрий проснулся и излил на Лапкина все свои чувства. Доброе утро, друзья, дорогие братья и сёстры во Христе Православный. Сегодня у меня хочу открыть разговор по поводу некого миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина, который живёт в Барнауле и летом выезжает в себе в селение потеряевка. С этим человеком я знаком давно. И с ним я общался в скайпе тоже. Есть у меня видеоролики с ним, общение наше и так далее. Ну, что скажу. Кто вы такой? Вы что, себя сравнили с Сталином? Если верховнокомандующий преклонил колено перед ней, то кто ты такой? Написал 38 книг и сидишь этими книгами, как сказать, думая, что прям такой, прям, как сказать, умный, что ли, такой, прям крутой, как молодёжь говорит. Ну, ладно, это дело его, его канал, он, как говорится, хозяин-барин. Так, это дело его, Сергей. Ну, как говорится, сейчас, если я что-то скажу, ты опять скажешь, это осуждать я не хочу, там. Да, поэтому лучше не нас. Да, ну я, в принципе, я не... Если что-то касается спасения, то я готов поговорить. Вот, а так, чтобы вот на эти, там, домашние разговоры какие-то... Ведь женщины любят, они вот собираются за столом и начинают промывать, там, кости. Понятно, Сергей. Вот это, короче, я хотел бы, как бы, с тобой пообщаться. В смысле, а так, я тебе говорю, я так подписан на твой канал, в принципе, нормально, я сижу, смотрю выступления ваши, в принципе, нормальные. Ну, так сказать, приятные и полезные. Я думаю, что единственная религия, это только православие. Вот и все. Православная церковь, православное христианство. И вот я на этом стою. Ну, просто, знаешь, есть люди, которые фанатично относятся к религии, да? Как вообще к религии относиться? Вот скажи, пожалуйста, Сереж, православие фанатично или с любовью? Давай разберемся сначала с пониманием, что ты подразумеваешь под фанатизмом, что это религия. Ну, фанатизмом, знаешь, как, вот, я, все, я за Христа, там, да я, да я порву, да ты что, да, ну, понятное дело, да? А если с любовью, как бы, да, вот, объясняют, там, если не хочешь понять, ну, до свидания, ладно, все, спокойно, я ушел, вот, как бы, так. Вот, как вот понимать, вот, допустим? Ну, для меня, вот, для меня, допустим, фанатизм – это нечто другое. Это посвящение всей жизни, понимаешь, ради идеи. То есть, когда человек готов отдать жизнь за свою идею, за свое стремление, за свое какое-то желание, да, или мечту, как это в мире называется. Вот у нас сегодня есть желание у христиан, брай, попасть, понимаешь? Я свою жизнь полностью посвящаю этой идее, этому делу. Я называю это фанатизмом, это тоже фанатизм, вот, а так, чтобы там рубахи на себе рвать или драться с кем-нибудь за веру, то, конечно, это дурной такой фанатизм, нехороший. Посвящать себя именно в любви, именно в любви, вот такой фанатизм, хороший. Ну, в принципе, да, фанатизм есть разный своего рода, да, есть фанатизм такой, а вот есть фанатизм, как бы, привязанная, сильная к вере, да, как бы, вот, верой больше, еще там, и так далее, и тому подобное. А это и есть христианство, потому что, помнишь, когда Господь сказал, кто любит меня больше, там, отца, мать больше, семьи своей, или больше любого дела своего какого-то, тот не достоин меня, он говорит. То есть, все мы должны отложить на второй план, потому что на третий, на десятый. В первую очередь, Господь, а это обозначает напрямую фанатизм. А вот, Сергей, смотри, вот есть слова Христа, где Христос говорит, отреки мир от себя, как бы, ну, отрекись от этого мира, как бы, да, то есть, покажите, что вы не от этого мира, как бы, да, что вы мои ученики. Вот, ну, как бы, отречься от этого мира, это как понять? Отречься от прелестей земных, вот это, что имеется в виду, или как? Там написано, не любите мир, отречься от него невозможно никак. Как, допустим, отвернуться полностью мы его не можем, потому что мы живем в этом мире, то есть, если отвернуться полностью, это надо куда-то уходить, я не знаю, в горы там у вас или куда, в пустыне, вот, и жить там. А так как мы в мире, мы не должны любить этих дел, понимаешь? То есть, мы участвуем каких-то где-то на производстве с людьми, да, которые, вот, курят там, они матерятся, вот такие непотребства всякие делают, мы не любить это должны, понимаешь? Мы не приемлем этого, отвергаем это. Да. Это есть не любовь к миру. Просто общался с человеком, он мне говорит, истинный христианин должен отвергнуть от себя все, что есть земное, да, как бы, вот, и быть только с Богом, с Богом, с Богом и так далее. Ну, я ему говорю, ну, в Библии-то написано, где Иисус Христос сказал, отдавайте кесарево кесарево, а Богу богово. Я ему говорю, кесарево, это значит, ну, если ты живешь, вот ты правильно сказал, в государстве, ну, плати налоги, как обычно, да, за свет там, то, коммуналка, все, что, что нужно для политики, да, а Богу отдавай свое Божие, да. Дмитрий начинает аккуратно и вкратчиво подходить к беседе о Александре, жена которого сидит сбоку и которая пришла именно за тем, чтобы попросить Дмитрия поговорить со мной. А если человек все-таки не понимает и нет, говорит, нет, вот я не хочу именно вот жить по-земному, я хочу, вот я себя считаю, допустим, там, избранный, как бы, вот, там, вот, как, вот, как понимать вот к этому человеку, как вот понимать его? В этом? Понимать его в этом, как фанатик веры христианской или просто как помешанный в этом? Обычно, вот, я сколько знаю, христиан, они точно так же говорят. Да, живешь как там. Ну, а зачем? Послушай, а зачем его вообще понимать? Если есть вот такие непонимания, разногласия, то отойти лучше от того человека, и все, а что там? Если ты видишь, что человек все-таки на своем, и все-таки, как бы, это самое, лучше уже от него отойти и больше, как бы, с ним не вступать никакую полейнику. А зачем? Себе только вред будет, и все, зачем? Лишнее, как бы, время, тратишь время, да, как бы, на него. Апостолы стремились к единогласию. Апостол Павел говорит, что у вас должно быть все едино, единой вере мы должны быть. У нас не должно быть вот таких вот разноцветов, да? Все должны к одному стремиться. Понятно. Сереж, а если, допустим, вот смотри, вот, допустим, вот у меня девчонка, да, я с ней дружу. Я, допустим, у меня понятие христианское, вот я стараюсь вот по понятиям христианское, а вот она, допустим, да, она живет более по-мирскому. Ну, любит она меня все-таки, но хочет, чтобы я опять же вернулся бы, как бы, вот стал бы, как раньше был. Что мне делать в этой ситуации? Вот как мне быть вот в этой ситуации? Как вот, вот как ты посоветуешь? Вот что, ну, как, ну, к какому выводу прийти в этой ситуации? Как себя повести, чтобы и не обидеть ее тоже, как бы, да? Ну, все-таки одновременно и объяснить, что я не могу больше, допустим, так жить. Или ты станешь такая же? Здесь не обидеть, не обидеть нельзя здесь. Здесь, опять же, заповедь Господнюю надо исполнять. Кто любит меня, он будет больше. Тот же вот эту и девчонку твою тогда. Если ты больше, больше ее слушать, тогда ты не идешь за Христом. Ну, ставишь просто ребром вопрос, или мы идем вместе ко Христу, или я один пойду, и все. Понятно. Сереж, а если, допустим, ну, я, конечно, с ней не в ЗАГСе, а если бы, ну, мы пока, как бы, да, вот отношения у нас, как бы, ну, уже более, как бы, серьезные. Скоро уже и до ЗАГСа дойдет, допустим, и до венчания. Ну, а если, допустим, было бы у нас, вот, вот, как бы, мы венчанные из ЗАГСе, и вдруг у нее вот такие вот понятия, а у меня вот такое вот, допустим, да, вдруг. Ну, вот, друг, мы раньше, вот ты сам знаешь, советское время раньше как-то жили, как-то не зная Бога, а вот уже познали, как бы, уже узнали Бога. А вот она все-таки, вот, ЗАГСе, допустим, и жена, и все-таки, вот, не нравится ей, какой образ веду, допустим, я иду по другому пути, как бы, для нее кажется это, да. А она хочет, чтобы я свернул, и опять же шел бы по тому же пути, которому шел, допустим, во времена еще до того, как я познал Бога. В этой ситуации что делать? Как быть в этой ситуации, Сергей? Я же еще раз говорю, если человек любит другого человека, он всегда примет интересы своего любимого, значит, он недостаточно любит тебя, понимаешь, если она не может согласиться с тобой. Да, я... Любящие, они даже, они даже готовы притворяться, понимаешь, они даже притворяются, ну, как бы, принимают вот подобие христианина, то есть она начинает, как бы, вот, чтобы тебе угодить. Я с тобой согласен, ну, в Евангелии же тоже есть, говорится, если жена ваша неверующая, а муж верующий, это не повод для того, чтобы разойтись. Это, наоборот, ты можешь, говорит, ее привести, как бы, к Богу, в том числе, если муж. Я тебе говорю о том, что если она будет упорствовать, если неверующая будет упорствовать на разводе, то ты можешь отпустить ее спокойно, скажешь, ну, если упорствуешь, иди, и на тебе не будет вины никакой. Тогда можно, развод тогда возможен, если она будет упорствовать. А-а-а, это если все-таки она будет всегда на своем, а ты увидишь, что... На своем, да, а ты говоришь, что давай решаем тогда вопросы, или я, или Господь. Если хочешь, уходи, я тебя отпускаю, и все. А-а-а, вон оно что, понятно. А Господа я не оставлю. А-а-а. А то, что, допустим, как сказать, муж и жена, то, что зац, гражданский, это не считается, это именно должно быть церковное венчание. Это только так, да, для поклонного христианства. Ну, видишь, мы просто, ну, как сегодня обозначили, вот слепили церковь с государством, и поэтому вот такие создали, как бы, законы, да, мирские. Да. А раньше-то возьми, еще сто лет назад, да не сто, это еще в деревнях, еще 70 лет назад все было такое, что, понимаешь, как, а их, допустим, застали вместе, вон, идут ручку за ручку, да, или там они где-то в стоге сена застряли. Все, они тут же идут к родителям, падают на колени, их благословляют, все, они муж и жена, понимаешь. То есть, перед миром, перед Богом они уже, первое вот их соитие, там, их постель первая, это уже называлось браком. А-а-а, понятно. Сереж, у тебя видео выставляется это все, да, как вот у Игнатия Тихоновича, да, выставляешь? Я далеко не все выставляю, только то, что для пользы будет. А-а-а, понятно. Ну, если можно, это, если, конечно, можно, это не выставляю, потому что мы все-таки немножко задели далеко не христианское, а, так сказать, за спиной других людей, поэтому не хотел бы, чтобы в твоем канале, вот, как бы, вот смотри, допустим, вот говорят, да, вот как ты осмотрел священник один говорит. Вот, если, говорит, муж и жена, не венчаны Игорь в церкви, то она считается ему не женой, а прелюбодеянкой, и дети у них рождаются в блуде. Я тоже так думаю, а если они любят друг друга, причем здесь Бог есть любовь, если Бог есть любовь, почему, что именно должен венчаться в церкви, если человек, допустим, любит девушку свою, любит больше своей жизни. Это как Бог сказал, ибо возлюбит муж, жену свою, и пролепится к ней, будет как единое тело, как бы, да, вот, ну, как бы в Библии написано, да, как могут они быть в блуде, там, и так далее, и тому подобное. Я тоже поражался и удивлялся, как это может быть такое. Есть же места, где, допустим, люди жили, вот советское время возьмем, да, но запрещено же было, как сейчас людям делать, где, как, это, куда, это же, ну, под запретом было. И что сейчас перед Богом, в очах Бога, все рожденные мы, предки, да, вот, скажем, потомки, вернее, наших уже, там, дедов, этих, бабушек, что мы, значит, появились в блуде, что ли, так получается? Я тоже думаю, что это неправильное, как бы, вот, мышление церкви. Допустим, сейчас, допустим, сейчас-то не запрещено, да, иди в церковь, венчаси, но если в те времена были-то запрещены, наверное, для Бога это же было, наверное, как-то все-таки исключение. Это относится к христианам только, понимаешь, но люди, которые далеки совершенно от всего этого, к ним это никак не относится. Это будет спрошено с христианами. Оно и Евангелие все написано, это, в Евангелии все, все тексты, это только для христиан, понимаешь, это не для мирских людей. Все эти заповеди Божьи, это только христианам принадлежат. И с них спрос другой, с язычникам совсем другой будет спрос, другой суд язычникам будет. Они будут по совести по своей судиться, а христиане будут по Евангелию судиться. Ну как христиане? Опять же, Бог знает, кто христианин. Сегодня все себя называют, ой, я христианин там. Ну, далеко не все христиане, Бог только знает, кто христианин. Кто любит заповеди Божьи, кто исполняет заповеди, тот, Господь говорит, тот и друг мне, и брат, и... Ну смотри, видишь, Сереж, есть люди, которые, допустим, полвека прожили, допустим, без венчания, в браке и любви и согласии, тоже я так вижу. И нормальные дети из нормальных семей, допустим, да, воспитанные дети, короче, да, как бы сказать, не пьющие, не наркоманы, ну, все-таки не венчанные. Ну, я думаю, что, наверное, Бог все-таки смотрит на сердца и видит, если в этой семье есть любовь, он, наверное, все-таки простит. Я так думаю, что, да, наверное, что если люди не венчанные, все-таки, наверное, простит этих людей. И еще, Сереж, что у меня, значит, у тебя вопрос. Вот, допустим, вот человек христианин, да, он должен жить помимо... Вот я понимаю, есть слова Иисуса Христа, нельзя служить Богу и мамоне, это понятное дело. Но живя, вот, допустим, на планете, вот Земля, мы живем, да, он же должен все-таки помимо своей деятельности христианской уделять время и, как сказать, и земной своей жизни. То есть, должен, вот, допустим, если, вот, допустим, вот ко мне подошел атеист, вот я, допустим, христианин, он общается со мной, допустим, вот, знаешь, о жизни житейской, допустим. Я должен ему постоянно, знаешь, так, подкидывать из Евангелия слова, вот Христос сказал это, вот Христос сказал это, ну, можно постоянно вот это говорить? Или все-таки можно разговор просто общаться на, допустим, вот, как сказать, на языке атеиста, я имею в виду? Христианин, я понял. Да, ну, понял, да. Это новая тварь, он не может уже по-верски общаться. А. Это меня сейчас даже под страхом смерти я не смогу, я ни этого языка не знаю, верского. Я могу только на евангельском языке говорить. Ну, да, я тебя понимаю, но мы же все-таки живем в сфере разных национальностей, с разными культурами и с разными нравами, да? Мы же не можем постоянно с ними общаться. Я не знаю, кто как христиане, они не имеют никаких различий ни по возрасту, ни по нации. Христианин, ну, есть христианин, но он Христов, он говорит только то, что говорит Господь, и все. Поэтому и узнают вас, что вы мои ученики, говорит Господь, потому что вы не от мира, вы другие, он говорит. Понимаешь, и мир вас не понимает, не узнает и не любит за это вас мир. Я не могу, как мир стой, говори себе. Ну, вот, допустим, помнишь, когда был спор между апостолами по поводу обрезания язычников, да? Вот апостолы же, они евреи были изначально, они говорили, что нет, нужно только делать обрезание. А апостол Павел, как бы, сказал, что без обрезания это можно, нельзя навязывать, вот он так сказал, ну, своего рода, да, нельзя навязывать евреизм, то есть традиции еврейские, языческому народу. То есть достаточно ему дать просто понятие, что Христос умер за них, что это Иисус Христос, и только покаяние в грехах их через водное крещение. То есть остальное, то, что там свинью нельзя кушать, обрезание, это уже как бы навязывание, уже идет еврейская культура, как бы, да? Вот точно так же в наше время, если, допустим, я общаюсь, вот пришел человек хороший, но он атеист, я же не могу постоянно с ним разговаривать на языке христианства, да? Это уже получается, он не может сказать, что ты мне навязываешь, что-то, скажем. Это же получается, что ты мне навязываешь, нельзя же со мной, что именно нужно постоянно про Христа говорить, я с тобой о другом говорю, допустим, да? Ну, слушай, лицемерить, тогда лицемерить, тогда получается начинать, что-то, как это? Я не понимаю. А, ну тогда что, тогда получается, с атеистом вообще тогда не разговаривают? Ну, если так получается, Серега? Христианин, он когда рождается от Бога, атеисты сразу перестают к нему ходить. После первого, второго, третьего раза они просто не приходят. Ну, среди атеистов же все-таки есть же хорошие, добрые люди, чистым сердцем, которые живут по совести, есть же такие же люди, все-таки не все же. Я думаю, что прям вот они такие. Атеист может обладать всеми качествами положительного человека, но это никак не поможет ему наследовать путь спасения. Ибо у нас есть одна дверь спасения, один путь спасения и одна истина. Это наш Господь Иисус Христос. Ну, ты знаешь, смотри, ну, когда, допустим, вот Иисус Христос лечил людей, допустим, вот, допустим, помнишь, когда один из военностей, один из солдат римских, и он был язычником, он не был же иудеем и не продерживался идеологией христианской. Но почему-то Иисус Христос все-таки, да, помог ему, как бы, язычнику, видишь, он все-таки не отверг его, как бы, не сказал, как бы, допустим, вот, что, типа, вот, ты язычник, как бы, да, вот, я такой, там, ты не веруешь в мою идеологию, не продерживайся, как бы, моего Бога не верил. Но все-таки, видишь, Иисус Христос все-таки показал лояльность свою и людям не христиан, не христианской идеологии, как бы, да, не христианской, не еврейской. Тогда не было, не было христиан, христианин. Я понял, я имею в виду, не... Были одни язычники. Но я имею в виду, что все-таки Иисус Христос не разделял же все-таки свою любовь. Не разделял, потому что других не было. Он пришел к погибшим овцам из Израиля. Он пришел к мертвецам. И он потрудился, потрудился. Он говорит, кто хочет, иди за мной. А когда у него спросили, позволь нам мертвых похоронить, он говорит, пусть мертвецы мертвецов хоронят своих. А ты иди за мной, и все. Господь предлагал, и кто следовал за ним, тем он и благоволел, с теми он и ходил. А кто отвергал его, он говорил, не хотите ли вы отойти, отходите, пожалуйста, я вас не держу. Дмитрий, оставались еще вопросы, но непонятно мне тогда причину, я почему-то хотел уйти. Дим, я не хочу на эти вопросы, это все пустое. Подожди, Сереж, все православные христиане, все говорят, что Бог... Да я об этом нет смысла, я тебе еще раз говорю, об этом смысла нет, о чем ты сейчас говоришь, не надо об этом говорить. Но почему, Сереж, столько людей погибло во имя Бога? Дим, прости, у меня, если я очень плохо чувствую, меня тошнит очень сильно, разреши мне уйти, пожалуйста, я больше не могу. Ладно, хорошо, Сереж, ладно, извини, хорошо. Давай, ладно, всем спасибо за общение. Причина моего волнения стала мне понятна тогда, когда Димитрий скинул мне видеописьмо, и там был голос Татьяны. Серега, ты извини, конечно, что тебе там плохо стало, но, в принципе, я тебя не оскорбил ничем, и мои слова, в общем, никакую депрессию и не вызвали бы у любого здорового даже человека. Ты просто, наверное, не захотел, видимо, слушать, ну, так сказать, мой бред. Для тебя так показалось, что я бред несу, и поэтому просто как бы это самое. Ну, хотел бы я сказать, вот ты мне, вот я разговаривал с тобой, ты мне сказал, вот ты сейчас в данный момент осуждаешь Александра, который поддержал слова Игнатия Тихоновича Лапкина, который оскорбил священников Греции, святую гору Афон и так далее. И когда при общении с Сашей вы общались, почему-то ты Саше не сказал, что, как и мне, ты не сказал, зачем ты осуждаешь всех. Мало ли что, там сказал Игнатий Тихонович Лапкин, ты думай своими словами, зачем ты осуждаешь священников и так далее. Ты ему этого не сказал. А вот мне ты сразу сделал замечание, что я вот осуждаю там и так далее. Вот. Во-первых. Во-вторых, я его не осуждаю, и я просто хотел тебя поставить в известность, что в Греции не все священники такие, как выразился Александр, поддерживая слова Игнатия Тихоновича, что все здесь курящие, пьющие там и так далее. Я скажу, почему поддержал их? Да. И вот вопрос, да, почему вы все-таки поддержали эти слова Сашины и не сделали ему замечание, не сказали, зачем ты осуждаешь и говоришь такие вещи обо всех священниках и святой горе Афона и так далее. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мной. Синье сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но ужайтесь, я победил мир.